Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 сентября 2016 года, вторник. По одному из старинных календарей 34 день месяца завершения 7524 лета, четверик. Сегодня у нас заявлен эфир «Здоровый образ жизни». Наталья Чернова, главная соведущая. Но так случилось, что буквально за несколько часов до начала эфира она сообщила о том, что есть неотложное дело, вызвали ее срочно по неотложному делу, и поэтому она просит перенести эфир. Как раз у нас 15 число было под вопросом. Вот туда мы перенесли эфир на 15 число. А сегодня для того, чтобы день каким-то образом занять и использовать, и все прошло, мы решили провести эфир, который так условно я называю «Радиоации. Разбор полетов. Ответы на вопросы». И не просто на вопросы, а на сущие вопросы по Народному славянскому радио. И планирую, что к нам будут подключаться участники Народного славянского радио, наш дружный, небольшой, споченный коллектив. И на сегодняшний момент у нас уже в студии присутствует Василий Васильевич. Здравия тебе, Василий Васильевич. Здравствуйте, Алексей. Вот, Василий Васильевич, это такой член коллектива, который с самого-самого начала очень активно себя проявляет во всем. Я думаю, представлять Вам не надо. И Алексей еще один. Алексей Элл. Меня, можно сказать, Алексей Ор. Много Ор от меня. А это пускай будет Алексей Элл. Итак, Алексей, здравия тебе. Здравствуйте. Алексей у нас занимается нарезками, перечной и окончательной обработкой эфиров. И я думаю, что... В общем, прошу любить и жаловать. Думаю, что вы проникнетесь к нему особым уважением. Итак, я хочу начать, наверное, с того, что мы сделаем некоторые объявления по поводу того, какие у нас новости и что у нас есть. Как с Василием Васильевичем, так, может быть, и с Алексеем что-то еще мы проговорим. А потом уже начнем тот самый разбор полетов. Радио АСы. Разбор полетов. Итак, Василий Васильевич, значит, давай начнем с того, что ты предложил провести наконец-то долгожданную викторину, которая в прошлый раз была объявлена в твоей авторской передаче под названием «Стол заказов». Да. Вот, да. И вот это «да» – это дорогого стоит. Значит, что там на этой викторине, предусматривается, давай сейчас расшифруем, и какие, все-таки викторины, да, какие-то призы там должны быть представлены. Вот давай об этом расскажи подробненько сейчас, пока еще народ нас подтягивается. Да, давай сначала с того, что там предусматривается. Вот, то есть система простая. Начать, чтобы люди начали подтягиваться к нам и немножко начинали думать своей головой, и когда заказывают... Есть потому, что вот, обратив внимание, что многие заказывают песни просто так, а передайте привет там кому-то, тому-то, тому-то. Ну, как-то обыденно. Хочется как-то внести какое-то разнообразие. И вот на этой почве решилась такая идея, а почему бы нам не угадать мелодию. Вот. Ну, раз надо угадывать мелодию, начинаю что-то подарить. И вот в свое время у меня тут хорошие друзья, товарищи, приятели сказали, что там вот можно сделать подарочки небольшие с надписями. Эти подарочки я недавно забрал и сегодня записал небольшое видео. Вот. Рассказать про подарки? Да, конечно, расскажи, и это видео будет опубликовано, поэтому вот сейчас тебе флаг в руки, барабан на шею, рассказывай. Там не просто надписи, там эмблемочки. Вот давай об этом расскажи. Да, там не просто надписи, там эмблемочки. Это значит у нас идут, я не скажу, что все будет шикарно, но просто сейчас у нас идут две футболочки двух типов. Они не просто надписи сделаны. То есть, ну, знаете, вот как... Почему-то такая тема получилась у меня, что я сделал с двух сторон надписи. То есть спереди, как эмблемка, и сзади. Чтобы всем было видно, кто такой идет. Вот. И еще два подарочка. Это будет фирменная кружечка с фирменным логотипом, надписью тоже. И будет такой значочек представительный. Где-то он около пяти сантиметров в диаметре. Вот. Но это все в видео будет показано, все будут, могут рассмотреть. Вот как-то так. Так. И получается, что там логотипы Народного славянского радио. И как же теперь, вопрос, получить эти подарки, эти, как некоторые любят говорить, современное слово, сувениры. Вот давай еще и об этом расскажем. Ну, сувениры – это больше, наверное, французское слово. Ну, ладно. Бухнем. Получить очень просто. Нужна... Вот нашей викторине были загаданы некоторые мелодии. Их нужно угадать. Потому и назвали викторину «Вогадай мелодию». Мелодии не сложные. Специально подбирал мелодии не сложные, как один товарищ выразился на уровне школьного детсада. И это, считай, для того, чтобы как бы начать нам... С чего бы нам начать называется. Вот. И для того, чтобы нам, вам получить эти призы, подарочки, сувениры, вот нужно что сделать? Нужно, во-первых, угадать мелодию. Быстренько написать нам сообщение на нашу почту. Стол заказов на Сувенинском радио. Правильно, естественно, все угадать, написать сообщение. И помимо этого, еще сделать заказ. То есть, там, «Поздравляю тетю Машу с днем рождения, передайте привет дяде Пете». Вот. Ну, это так я. Чтобы вы знали. Давай я тогда еще тоже дополню. Значит, где можно послушать эти песни, которые, эту музыку, которые надо угадать. Это в выпуске номер 37 от 9-го, 0-9-го, то есть 9-го сентября, который выходил на Народно-Савянском радио «Стол заказов». Там как раз Василий Васильевич задавал подряд эти все мелодии. Передавались приветы, и дальше шла мелодия. Вот. Вам необходимо написать через форму обратной связи, если другого варианта у вас пока еще не образовалась связи с нашим дружным коллективом. Через форму обратной связи она находится на сайте slavomir.org. Народно-славянское радио набираете в любом поисковике. Дальше ищите или на основной странице, или уже на утренних страницах с правой стороны. Там есть такая обратная связь слова. Вот. Нажимаете. И после этого пишите ответы на те песни, на ту музыку, которую вы услышали. Желательно. Желательно. Что будет рассматриваться? Не просто, что угадал, написал. Музыка такая-то. А желательно дать более подробный ответ. Если это музыка из фильма, то желательно указать, что за фильм. Если вы еще знаете, кто исполняет, к примеру, или кто композитор, или когда этот фильм вышел, это будет рассматриваться как плюс. Естественно, не надо писать нам всю Википедию, вставлять свой ответ. То есть, кратко, но подробно вы отвечаете. И чем краткость и подробность между собой более плотно связаны, то есть талант мы чувствуем, что у человека, чем быстрее ответ получен, тем больше вероятность того, что вы получите один из главных призов. Дальше, естественно, кто второй пришлет, и тоже там будет подробно и кратко все описано, получит второй приз, то же самое, с третьим, с четвертым. И, естественно, обязательно, обязательно, то, что Василий Васильевич указал, это вы должны в своем письме, помимо того, что ответите на вопрос, Викторина, еще кому-то передать привет. Вот такое доброе, хорошее, на мой взгляд, правильное, приятное условие. Все я перечислил, Вася? Да, точно. Итак, значит, у вас осталось буквально там завтра день для того, чтобы дать ответы, потому что уже в четверг будет подводиться какой-то предварительный итог. И в ближайшее время, после подведения итога, мы дадим уже ответы тем, кто... Ну, вообще, дадим ответ. Может быть, такой маленький эфир запишем с подведением итог этой викторины, и будут названы призеры. Вот такая у нас ситуация. Так что, после эфира не теряйте времени, или завтра с самого утра слушайте, но учитывайте, что кто-то может сейчас ложиться спать, и завтра для него только наступит завтра, а кто-то уже завтра сегодня получает, например, на Дальнем Востоке, и он вперед вас может прослушать и прислать вперед вас ответы подробные и стать претендентом на главный приз. Призов всего четыре, поэтому имейте в виду, что если не успеете, то не получите. Вот такое объявление. Теперь, какие еще у нас новости по программам, потому что появляются в эфире? Ну, во-первых, продолжается причесывание аудиобазы, где песни, музыка, это само собой, это постоянно что-то новое находится, что-то забрасывается на сервер, сетка вещания. И вот как раз Алексей у нас здесь присутствует, он у нас активно занимается нарезками вместе с другими тоже нашими друзьями, но он больше просто пока успевает нарезать, и один из первых, кто этим стал заниматься, и вот благодаря такой команде, где Алексей один из лидеров, у нас сейчас появилась такая возможность уже более тысячи записей из эфира, коротких записей из эфира, которые мы называем нарезки, когда берется эфир, и нарезаются на короткие фрагменты от трех до восьми минут, в среднем около пяти минут. И вот эти как раз фрагменты, они имеют законченную мысль, начало четкое, четкое окончание, и теперь их уже у нас больше тысячи. Это очень приятный момент, и поэтому было принято волевое решение с моей стороны, как главного редактора, включать каждый час один из фрагментов, из этих более тысячи, в нашу сетку вещаний. Плюс ко всему, и раз в три часа звучит дополнительно один отрезок, одна такая нарезочка. Вот такая новость приятная. Благодарю команду всех наших резчиков, кто этим активно занимался, вот такой у нас результат уже появился. То есть, пример явный, люди взялись, люди сделали. То есть, это уже не просто люди, это уже человеки. И еще одна новость. Долго я думал, как бы нам разнообразить наш эфир, и в конечном итоге сегодня ночью, вернее, уже в восемь часов утра я закончил подготовку стихотворных таких фрагментов, где набрано также достаточно большое количество стихотворений в исполнении профессиональном и не совсем профессиональном. И они, эти стихотворения тоже звучат у нас пока не каждый час, но раз, кажется, в два часа там можно менять это. Вот. Так что вот такая новинка. Потихонечку движемся, потихоньку развиваемся. и теперь, сейчас я посмотрю, кто-то к нам еще подсоединился. Нет, там пока не подсоединился никто, потому что, видимо, мы планируем все-таки четверг провести, и многие наши друзья думали, что в четверг мы будем проводить эфир. Но поскольку Наталья просила перенести, вот у нас получается такая история, что не пять человек будут представлены, а пока поменьше. Но надеюсь, что кто-то еще к нам подключится. Итак, я предлагаю всем, кто присутствует в чате, кто присутствует в чате, пожалуйста, пишите какие-то вопросы. У нас сегодня будет эфир посвящен ответам и разборам каких-то тем. И сейчас, наверное, я уже начинаю разбирать одну из тем, которая у нас представлена. Тема родилась из следующего. Значит, у нас произошел на прошлой неделе эфир, который проходил святорусом. И там, в этом эфире, мы говорили про то, как вернуть женственность женщинам. Естественно, что эфир такой у нас получился достаточно эмоциональный, достаточно, может быть, импульсивный во многом. И длился он достаточно долго. Там было две части. Первая – это раскрытие самой темы эфира, а вторая – это уже ответы на вопросы. Ну, если первая часть еще как-то так прошла более-менее, то вторая часть она вызвала бурь эмоций среди тех, кто присутствовал в чате, и вот появились отзывы. Отзывы появились сразу во время эфира, и потом после эфира также уже на следующий день стали появляться. И вот давайте сейчас я зачитаю, чтобы понять, как одно из тем, чтобы мы разобрали, понять, что происходит, что произошло, и что с этим дальше делать. Итак, один из участников пишет. Доброго всем дня! Вот по вчерашней передаче у меня как-то окончательно сформировалось впечатление, что вкупе с обычным высказыванием разных мнений как-то много на радио стало нравоучений и категоричности в суждениях. Теперь вот уже и жизнь в городе. Это обязательно маленькая квартирка рядом с ТЭЦ, причем все это говорится с довольно насмешливой формы, или мне одному так показалось. Я, конечно, согласен, что города надо строить по иному принципу, но вот с тем, что всем надо уезжать, жить на землю, уж точно согласиться не могу. И не забывайте, что нас не зря называли Гордарикой. Слышатся постоянные призывы проснуться, объединения, вне зависимости и вне здравомыслия. Категоричные высказывания против чужого взгляда на мир, не цивилизованного, а ведического, но немного отличающегося в нюансах. По-моему, те, кто слушает радио, уже не спят, минимум лишь дремлют. Их не надо постоянно призывать, вызывая отторжение навязыванием и уж тем более не надо обвинять в отсутствии здравого мышления. Можно рассказывать, объяснять, показывать, но не надо долбить по головам. Все-таки она у каждого своя на плечах. Ляжет на сердце, значит, примет, а если не принял, значит, что не прав. А то в итоге получаем кучу придирок, какие-то переживания, недопонимания, разночтения. Призываем объединяться, но всячески отпинываем тех, кто что-то не понимает, не принимает из сказанного. Дескать, я так вижу и все тут. Причем это я со всем уважением говорю. Надо сбавлять обороты и постоянные нравоучения по поводу и без. Пусть человеки сами сознают сказанное. А то создается впечатление сообщества какого-то диванно-кухонного генералитета, наслаждающего своим превосходством понимания. И это я говорю и о радио, и о слушателях. Постоянные шаблоны типа власть плохая, в городе жить плохо, мясо есть плохо и так далее. Такая вот небольшая критика на всеущее порицание. Причем я отлично понимаю, что это на кого никак не повлияет. Но мне интересно, один ли я так наблюдаю. Я-то привык дураком отдуваться, мне это даже нравится. Но вдруг есть разумные зерна. И другой наш слушатель поддерживает. В Гордарике не было много миллионов городов, как сейчас, да и устройство самих городов было другое. но не во вред природе. По-другому тогда люди относились к природе, нежели в последние столетия. В остальном согласен с тобой. Я тоже обратил внимание на то, что Алексей очень часто делает свой акцент как будто бы для особо тупых или особо одаренных в кавычках. Насколько я понимаю, он так распаляется вовсе не для тех, кто слушает радио, а для тех, кто радио не слушает. То есть для обывателей, которым дела нет никакого доведического мировоззрения и традиции. И которые никогда и не станут народное стоянское радио слушать, даже случайно. Иначе бы тут каждый день были бы баталии с их стороны. В чем фишка такого вещания? Для, по сути, никого в пустоту, для вышеупомянутой категории людей. Мне лично непонятно. Уж если кто из обывателей случайно и наткнется на радио с такими призывами, то, скорее всего, просто выключит его и не станет слушать все эти нравоучения. Поэтому радио вроде бы ведическое, а получается, что упор почему-то делается на тех, кому оно и задаром не нужно. Дальше первый участник пишет. Получается, что ты со мной согласен со всем сказанным. Вот я и имел в виду, что города должны быть построены по иному принципу. Так что да, мы говорим об одном и том же. Жаль, что Алексей это воспримет. Мол, я тут стараюсь для вас, раз уж вас не устраивает, может мне прекратить. Такое уже бывало. Второй участник поддерживает. в таком случае полностью с тобой согласен. Алексей скорее всего так и отреагирует, к сожалению. Появляется еще один, одна участница и правильно сделает, пишет она, ничего в жизни не делается просто так. И ведущая не исключение. Если он что-либо определенное говорит, то так нужно. Все вы прекрасно знаете, что человек это не только его тело, а значит и слова. Это не только слова. И даже если его слова не к слушателям данного радио, они это почувствуют. Поверьте, на мой взгляд, это один из способов передачи информации. Кому она нужна, обязательно ею воспользуются. Дальше первый участник продолжает. Конечно нужно, ведь каждый делает в первую очередь то, что нужно и важно ему. Я во многом согласуюсь с Алексеем, но есть разные способы подачи информации. Он использует и будет использовать свой способ, а я говорю лишь о том, как его стоит скорректировать. Все, что я говорю, основано на моем наблюдении за реакцией людей, на том, как люди лучше воспринимают информацию и ею пользуются. Вполне естественно, что этот субъективный взгляд, если кто-то не согласен, то никто не обязан его брать во внимание. Второй участник отвечает, третья участница, это и так понятно, что он не от балды таким образом говорит и то, что ему так надо. Другое дело, зачем обращаться к тем людям, которые его и так не слушают и не будут слушать. Так как им абсолютно фиолетово данная тематика, да и само радио, они чисто физически это не слышат. А те, кто слушает радио, то есть мы, мы с вами, и так все прекрасно понимают, без подобных акцентов и нравоучений. И отвечает третья участница, а вдруг как раз я многого я не знаю, но информацию беру из воздуха, когда нет возможности доступа в интернет. Мне очень трудно объяснить, но это есть. Вот такая интересная переписка у нас образовалась, и сейчас я прошу Василия Василича и Алексея как-то вступить и, наверное, разобрать эту тему, потому что на самом деле тема очень интересная, задана, и я благодарю тех, кто ее задал, и, наверное, надо без внимания это не оставить. Итак, Василий Васильевич, давай с тебя начнем. Как обычно, с меня начнем. Ну, а с кого еще? Еще с кого-нибудь. Тут уже начали с меня, тут в чате уже мы потихонечку общаемся на эту тему. Вот. Один товарищ уже сказал, о, меня уже спалили. Ну, что же делать? Попался. С того, как мы начали вот это все готовить, этот эфир, начали обсуждать это дело, мы с Алексеем между собой поговорили, и я вот все, что я прочитал, я это называю детской болезнью. нет, бить мы никого не будем, не в этом дело. Дело в том, что если кто-то чего-то уже достиг, кто-то чего-то уже понял, это не говорит о том, что он единственный такой в своем роде. Есть еще многие другие, кто еще не дошли до этого состояния, до этого развития. Поэтому нужно учитывать все. Мы не работаем для кого-то, для того, чтобы сделать одно, и вот нам это нравится, мы это будем делать, а остальные там, ребята, давай вы там держитесь, всего вам хорошего. Вот. Для всех. Многим не нравится то, что у нас звучит на эфире. Многим не нравится то, что у нас звучит музыкальные наши моменты. Ну, что сделать? Все люди разные, поэтому подстраиваться под кого-то единственное мы не можем. И то, что звучит у нас в эфире, там, мол, просыпайтесь, хватит закрытыми глазами блуждать во мраке, это звучит всем. Во-первых, и ну, вот как Алексей не могу вот так выразиться, чтобы сходу все это вот так вот сказать. Я не диктор. Но с другой стороны хочется выразить то мнение, что не нужно равнять всех под одну гребенку. Вот что я хочу сказать. А те, кто стремится это сделать, ну, что сделать? Я могу им только посоветовать начать понимать то, что говорят. Не то, что видно на поверхности, а именно понять тот образ, который хотели передать этими словами. Ну, вот как-то так вот, наверное. Благодарю. Алексей, присоединяйся к беседе. Алло, алло, слышно меня? Да, 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 говори. Я тут отлучался, можно немножко направить о чем разговор? Я всего лишь навсего зачитал ту переписку, которая произошла в чате некоторое время назад, и благодаря которой, в общем-то, возникла идея поговорить о том, что же творится в эфире, то есть радиоаса, разбор полетов, то, что мы назвали ответы на вопросы радиослушателей по народному славянскому радио. Так что было просто зачитано, Василий Васильевич поделился своим мнением, но теперь есть возможность тебе сказать что-то от себя. Ну, собственно говоря, поделюсь теми мыслями, когда, что возникли у меня тогда, когда переписка была, значит, значит, общаясь с разными людьми, у меня получались обычные диалоги такие, что, когда человеку что-то рассказываешь, они этим интересуются, то есть у людей интерес это вызывает, и когда, но все за полчаса или за час в обычной беседе не упомянешь, не расскажешь, там, отвлечения, примеры и так далее, вот, и как бы ощущение, что тема целиком раскрыта, не получается, его нет, вот, и, соответственно, человека уже отправляешь, послушать тот или иной эфир, как такой некий дневник, да, то есть был эфир, тема была раскрыта, соответственно, человек может взять, скачать и послушать его целиком, чтобы ознакомиться с этой темой полностью самостоятельно, вот, но большинство людей, которые интересуются при живом разговоре, они почему-то не находят времени, не находят, или там не имеют технических, технической возможности, или просто не умеют пользоваться там какой-то техникой, или там семейные обстоятельства, в общем, разные причины, что они не могут потом это сделать, и, соответственно, у них как-то ситуация только одна, то есть разговаривать со мной или с кем-то другим, кто знаком с этой темой вот напрямую, вот, вот это мысли, раз, хотел сказать, что-то я сбиваюсь, Леша, ты, если, если что, корректируй, да, 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 задавай дополняющие вопросы, потому что у меня мысли заканчивают, то есть ты будешь отвечать на вопросы, я тебя буду интервьюировать, да, 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 ну, в общем, давай тогда подведем, наверное, такую итоговую линию под первую это я зачем, вот, я понял, зачем я хотел это, вспомнил, зачем я это хотел сказать, давай закончу, вот, заканчивай, вот, что люди там писали, что зачем такие эфиры, если вроде как все и так понимают, зачем, как бы в курсе дело, зачем в такой манере вести эфиры, что там вот достаточно агрессивно или кому-то внушают некие неспособности или пытаются пробудить, то есть не всегда эти эфиры, в моем понимании, не всегда эти эфиры делаются для уже слушающих радио, а они делаются для тех, кто имеет возможность потом скачать, потом прослушать эти эфиры, то есть эти записи ведь храниться будут еще много-много лет, и, соответственно, не только для живых эфиров, не только для нарезок в сетке и прокручивания этих отрывков в эфире, это предназначено, а также и для тех, кто потом подключится к радио, в том числе и для тех примеров, которые я сначала вот привел, но вот, к сожалению, люди в моем опыте, в моем опыте общения почему-то к этому не прибегают, или прибегают очень редко. Так, это вот эту я мысль закончил. Хорошо. Ну, вот смотри, что здесь прозвучало-то, прозвучало следующее, вот ты говоришь, слова, произнесенные тобой, и мы, заключенные слова, противоречат тому, что написано, причем от двух людей, ведь эти эфиры не будут слушать те, кто не интересуется ведической темой, те, кто как овощи продолжают существовать, или как какие-то животные, которых куда направят, туда не идут, овощи, от которых вообще перекладывают животные, те, которых куда-то направляют, да, то есть, вот прозвучала такая тема, а нам уже, как проснувшимся, в общем-то, сказанное, тем более, с точки зрения нравоучения, оно как-то, в общем-то, неинтересно, и тем более, как это вот я понял, как я понял из написанного, это несколько, ну, может быть, даже как-то оскорбляет, что ли, тех людей, которые уже проснулись, ну, ты что, мы тут уже взрослые, ты нас до сих пор, там, штанишки пытаешься, там, дурачков из нас делаешь, штанишки, имеется в виду, в Кагетском саду, на лямочке, и еще там, на горшочке нас посадит, и нам рассказываешь о том, как там, в колхоз надо вступать, а мы уже, типа, давно в колхозе, то есть, вот такое, ну, подсознательное оскорбление, можно так сказать, и получается, что те, кто слушают, те уже проснулись, им подавай уже что-то более высокое, более интересное, более правильное, а не вот это все такое, тем более с такой подачей, что вы там, никто и звать вас никак, вы еще такие там все, не проснувшись, несознательные, а те, кто не слушают, не слушать не будут, то есть, радио, как вот здесь второй участник указал, что, ну, скорее всего, так оно и будет, что Алексей станет в позицию, ага, там, я тебе постараюсь, а вы тут такие, вот, типа, закрываю, да, ну, вот, было четко ведь обозначено, и потом поддержано, что, получается, для тех, кто проснулся, это уже неинтересно, а для тех, кто не проснулся, им это тоже неинтересно, они это слушать не будут, получается, да, а нафига это радио, зачем им нужно, это, причем, выходит из того, что написано, не подумать, что я там как-то обиделся, или сейчас пытаюсь там себе какую-то цену дать, нет, просто вот, исходя из того, что написано, четко прослеживается такая канва, вот, что ты скажешь? Ну, собственно говоря, закончу мысль, которую начал, почему и начал рассказывать о опыте общения, что другие люди все-таки интересуются, другой момент, что они пока не могут, вот, дойти до той стадии, чтобы начать слушать записи, да, и подключиться к прослушиванию нашего радио, это раз, то есть, у них желание есть, они будут слушать, вопрос, как их привести к этому процессу прослушивания или подключения, это вот раз, а другая мысль, которая у меня возникла, собственно, вот, по поводу реакции слушателей, которые уже есть, то есть, и мысль у меня следующая, значит, расы слушателей считают, что им этого не надо, тогда у меня, а почему, собственно говоря, они принимают это на свой счет, потому что, как вот, под тем представлением, которое я имею, о ведической культуре, высокоразвитый человек, там, не знаю, как еще можно назвать, растущего духовного человека, он любые, как-то, выстрелы в свою сторону, атаки в свою сторону, которые должны вызывать эмоциональную реакцию, он должен воспринимать спокойно, вот, и реакции, и по ним, как бы, восприятие на свой счет, у таких людей быть не должно, вот, поэтому возникают следующие выводы, что многие люди, которые считают, и радиослушатели, которые считают себя уже достаточно выросшими, вот, а они на самом деле еще пропускают эти атаки, и в них есть некоторые моменты, которые им стоит проработать себе, вот такая у меня есть еще мысль. Хорошо, Леша Васильевич, скажите мне, вот последний эфир, он достаточно был все-таки эмоциональным, особенно последней части, и это сделал я нарочито, то есть, там, и голос повысил, и какие-то образы такие, стал включать, и там, и окорочка, и много-много чего, я такого там оскорбительного, может быть, даже сказал, вот, а на ваш взгляд, как вы думаете, это было оправдано, неоправдано, вот как вы слушатели со стороны, видите, вы же не принимали участие в эфире, просто как слушатели находились в эфире, слушали это все дело, даже Алексей, не знаю, слушал ты онлайн или не слушал, вот, но просто интересно, насколько это, на ваш взгляд, было оправдано, неоправдано, давай, наверное, с Васильевича начнем, Василий Васильевич. Насчет того, что, насколько все было это оправдано, я скажу, что было оправдано, иногда нужно, как говорится, и такой вот экстремальный образ сделать, не знаю, как это правильно называть, но, по-моему, это было немножко экстремально, как бы всколыхнуть всех, встряхнуть, за шкирку взять, так потрясти немножко, чтобы что-то там внутри перемешалось, и начало немножко шевелиться, и думать, как это все нужно правильно уложить по полочкам. Может быть, с этой точки зрения было все оправдано. Вот. Но это, опять же, субъективное мнение мое, потому что я уже, как говорится, сколько мы с тобой уже лет шесть, наверное, занимаемся этим радио, и уже всякие разные эфиры у нас были, и которые, как говорится, и за животики хватались, и за голову хватались, но именно вот таким образом, это правильная, я считаю, позиция, что нужно все-таки иногда давать встряску, потому что, если все время говорить по-шерски, то прилижется, и будет, как говорится, эффект не тот. Да, ну хорошо, а для кого встряска-то? Те, кто проснулись, их-то зачем трясти? А может быть, и нужно иногда. Мы же не можем все знать до последней точки. Ладно, хорошо, Алексей. Значит, у меня какие мысли возникли? Я живую эфир не слушал, но где-то, когда я писал-то, позавчера вроде, позавчера я его прослушивал, запись, вот, у меня, как таковой, реакции не было, но была реакция от мира вокруг. То есть, почему-то все, о чем говорили, происходило вокруг меня. Ну, это так. То есть, все вот эти женские прелести, почему-то вокруг меня сразу же появлялись, и хотелось бросаться в бой, исправлять ситуацию. вот, но, собственно говоря, по сути того, что говорилось в эфире, да, эта ситуация мне знакома, она, как, вызывает во мне желание исправить ситуацию в мире, но, как такового эмоциональной реакции у меня, вот, в течение эфира не было, может, потому что я с ней знакомый, и, как бы, у меня нет таких позиций, что там балет самый великий наш, это, и надо им гордиться, гимнастки там, и спорт, то есть, тоже надо ими гордиться, то есть, у меня такой позиции нет, и, наверное, я стоял на твоей позиции, там, и вот, с точки зрения, все-таки, нравственности и культуры, в одежде и поведении, вот, но, с другой стороны, я прекрасно представлял реакцию других людей, почему они так реагируют, то есть, это то, что я перед этим упомянул, но еще некоторые вещи, вот, и, так, я мысль потерял, давай, направляй меня. Давай, я тебя направлю, вот, ты говоришь, что, когда ехал в автобусе, то вокруг тебя вдруг стал обращать внимание, что как раз женщины одеты таким образом, что и критиковалось в эфире, причем критиковалось жестко, о чем, как ты думаешь, это говорит с точки зрения психологии и подсознания человека, сознания и подсознания? Я не понял твоего вопроса. Ну, вот смотри, раньше ты это не обращал внимания, хотя я думаю, Почему не обращал? Обращал, обращал, просто почему-то прямо начало вообще бросаться в глаза. Ну, я про то и говорю, то есть обращать одно дело, когда ты обратил, например, внимание на какую-то красивую сексапильную барышню, да, ну, бывает такое, что даже высокоразвитый человек все равно обращает внимание там или на красоту глаз, или на фигуру противоположного пола, это нормально, я считаю. А другое дело, что вдруг вот после эфира ты обратил, что практически все вот так одеты, и тебе захотелось исправлять ситуацию. Не, ну, не практически все, просто почему-то это настолько резко стало казаться, не знаю, почему это, я тебе не могу сказать, почему это так. А давай сейчас вот я как раз наших радиослушателей спрошу, друзья мои, вы, пожалуйста, кто в чате находится, кстати, приглашаю чат всех, в чат попасть просто, на радио Народная Славянская, зайдите на сайт, и там найдите слово «чат», зарегистрируйтесь, это не очень сложно сделать, и после этого вы сможете писать свои умозаключения, делиться с друзьями какими-то мыслями и задавать вопросы в эфир. Так вот я прошу писать свои мысли, представления о том, а были какие-то у вас изменения после эфира, были ли у вас какие-то изменения по отношению к окружающему миру, по отношению к тому, как люди одеты, что они делают, что они говорят, было ли изменение вообще представления о том, ух ты, как оказывается, тут всего этого много, а раньше-то мне казалось, что да, это есть, но сейчас это все проявилось. Ну, а пока наши радиослушатели будут по возможности писать, давай продолжим. Итак, что я просто заметил, когда ты говорил, что когда, да, мы живем в этом мире, ну, мы как-то, да, вот обращаем внимание, ну, вот одна пошла там, или вот один пошел, вот второй пошел, третий, ну, не нравится, может быть, может быть, где-то там что-то свербит внутри, а тут вдруг после эфира все это стало именно бросаться в глаза, и тебе почудилось, что тебя такие вот девушки, женщины начинают уже окружать. Это как раз говорит о том, что несмотря на то, что человек недостаточно подготовленный, который интересуется темой ведического нашего миропонимания, наследия достаточно уже продолжительное время, не первый день, и много что для себя, наверное, открыл, изучил, посмотрел, понял, но все равно раньше как-то на эти моменты ты особо внимания не обращал, ну, так, если уж особо ярко кто-то там появится, и так далее, а тут вдруг ни с того ни с того, ты говоришь, якобы-то прямо вот со всех сторон они стали окружать. Вот о чем это говорит? Я немножко, Леш, не то имел в виду, ты меня, видимо, недопонял, или я не так сказал. На самом деле, все это обращалось мною на это неоднократно и постоянно. Я не знаю, почему это было при прослушке эфира, вот этого я тебе не могу ответить, но я соглашался с тобой, когда ты рассказывал про то, что, скажем так, нормальная реакция мужчины, физиологическая, как просто животного, обращайте внимание на определенные формы женские, это вполне, как бы, может быть, даже неконтролируемая реакция, потому что это базовая животная суть, даже у высокоразвитых людей, неважно у кого она будет. Вот. И снова я потерял мысль. Прям какой ты сегодня растерянный. Я не знаю, мысли теряются и все. Ну, в общем, я просто обращал внимание, и в эфире я тоже говорил про это, о том, что часто, когда даже вот взрослые, я приводил, дважды упоминал в эфире, о том, что женщины взрослые, которые одевались вот так вот вызывающе достаточно, для них это была норма. Когда же им указали на это, то буквально через неделю они все уже стали приходить на работу в другом, то есть они убрали те выступающие места, которые нужно, наверное, посторонним людям не показывать. Вот. Причем они не выглядели как монашки, они выглядели вполне достойно, и даже многие как-то так, на мой взгляд, расцвели с точки зрения женственности, потому что вот когда правильная одежда, она подчеркивает не сексуальность, она подчеркивает красоту. И вот это я заметил. И также, когда я разговаривал с разными другими людьми, которые слушали эфир, они примерно мне сказали, что сказал ты. И почему я вот именно так сейчас с тобой стал говорить, что они сказали, ты знаешь, Алексей, я в принципе вот на это все, там и на это упрение, на остановках, или там идет человек, дымит передо мной по переходу, или по улице, или при детях там стоит материться, или что-то еще. И как-то, ну неприятно это мне было, но если уж совсем там это такое вот очень остро, очень ярко было проявлено, то тогда, да, я на это обращал внимание, и даже были случаи, делал замечания. А тут я уже после этого эфира почувствовал, что вообще вот вокруг нас это все присутствует в очень большом объеме, и это очень нам всем вредит. То есть, вот люди, с которыми я общался, они тоже уже как бы тематикой это интересуются, но даже они раньше не особо обращали на это внимание. То есть, обострилось восприятие, изменился подход, изменился подход к окружению. Они стали видеть то, что раньше для них было естественно. На мой взгляд, это говорит о том, что даже пробудившийся человек после подобных эфиров начинает обращать внимание на то, что уже замылило глаз, на то, что его к чему-то приучили, приучили не очень к хорошему. И вот это, мне кажется, дорогого стоит, потому что если человек, даже пробудившийся, воспринимает за норму вот эти все моменты разврата, моменты какой-то сексуальности, которая не должна быть прилюдно выставлена, на какую-то грязь, которая должна убираться и воспринимает это как норму, проходит мимо, то это говорит о том, что он не пробудившийся. Он все равно, изначально, да, у него был импульс пробуждения, но в конечном итоге все равно он свалился туда вниз, провалился. И вот это дорогого стоит. То есть, подобные эфиры, данный эфир, он даже через какие-то неприятные ощущения, ну, типа, ну, что ты нас учишь, типа там, как это здесь написал один, в чате человек, папа, не учи меня жизни, помоги материально, да, вот из этой серии. Что ты, мы такие взрослые, ты нам рассказываешь о каких-то элементарных вещах, мы такие все умные, а ты нас там дураками называешь, мы такие все сознательные, ты говоришь о том, что мы бессознательные, мы проснувшиеся, а ты говоришь, что мы не проснувшиеся. Вот если происходит вот такой импульс, и даже, может быть, где-то через отторжение, это все равно дает положительный какой-то, на мой взгляд, эффект. Вот как-то так. Я согласен, что любая эмоциональная стряска, как Василий Васильевич сказал, она в итоге приходит к работе над собой, и, соответственно, потом человек уже предпринимает какие-то действия. Василий Васильевич, кнопочку нажми, пожалуйста. Вот после того, что я сказал, ты замечал такие вещи, или у тебя какие-то свои впечатления, свои мысли? Вот я тебе сейчас такую вещь скажу. Давай. Я сейчас в чате переписывался, тут, конечно, немножко на отвлеченные темы, но я чисто случайно совсем почти не слушал, что ты говорил. А, ну, понятно. Ну, в общем-то, это не важно, не переживай, запись послушаешь. Ага, ладно. Ладно, хорошо. Ну, тогда, значит, продолжаем наш разговор. Напоминаю, что сегодня у нас должен был эфир с Натальей Черновой по здоровому образу жизни, но мы перенесли по ее просьбе на четверг, на 15 сентября 2016 года, так что, если кому-то тема здорового образа жизни даже для особо проснувшихся интересна, то в этом случае не забудьте, пожалуйста, включить свои компьютеры, телефоны, ноутбуки, что там у вас есть, из того, что способно проигрывать наше вещание, для того, чтобы послушать о том, что будет Наталья говорить. Причем Наталья будет говорить опять же из своего опыта. Опыт у нее очень достаточно богатый, и я думаю, что есть там что для себя взять. Итак, мне хочется задать вопрос всем нашим радиослушателям, исходя из того, что здесь было озвучено, а вообще, как вы думаете, для чего радио? Ведь если на самом деле на радио попали люди уже, которые пробудились, проснулись, то в этом случае вот эти все разговоры, разговоры – это, скажем так, не совсем интересные темы. Ну, уже мы это все знаем. Ну, что, и десять раз одно и то же пережевывать. А те, кто находятся за пределами интереса к нашей древности, так они никогда и так не придут. А тогда зачем, для чего нужно радио? Давайте, наверное, вот эти вопросы я вам позадаю, и по возможности, пожалуйста, поотвечайте. А сейчас я хотел бы вот здесь… Василий Васильевич, хочешь сказать? Да, вот тут хорошая фраза поступила одного из того человека, который вел переписку. Вот я ее зачитаю. Что-то, как-то все начинает сводиться к тому, что обсуждали в эфире. Как будто кто-то критиковал именно это. То, что в эфире было, правда, а вот соус, под которым она подается, многоточием, можно подойти, наорать, унизить, или еще что-то сделать. Это приведет к результату. Но понимание ошибающегося, ошибающемуся, это, чаще всего, его не предаст. Просто из страха быть проницательным, порицаемым, человек будет делать иначе. Вот. Это хорошее высказывание, поэтому нужно иметь это в виду. Я думаю, что это человек правильно высказался. Ну, а на твой взгляд, хорошее, чем оно хорошее? Чем оно хорошее, что именно подается, поднимается вопрос о том, как это было произнесено. Не все могут понять мысль, высказанную другим человеком, например, как-то иносказательно. Поэтому и возникает иногда различного рода казусы, например, которые мы сегодня мягко обсудили. Поэтому я думаю, что нужно этот фактор как-то учитывать немножко. Хорошо, благодарю тебя. Так, ну и все-таки хочется все-таки задать вопрос. Для чего же нужно, на ваш взгляд, радио? А может быть, на самом деле оно не нужно? Может быть, это какая-то там, не знаю, бравада со стороны нашей? Может быть, мы каким-то образом хотим себе что-то доказать, или окружающим что-то доказать, как-то выделиться, сказать, какие мы там крутые, или, может быть, кого-то принизить. Ну, не знаю, какие-то там варианты еще есть, может быть, посамолюбоваться, нарциссизм, поболеть немножко. Вот какие у вас взгляды? Что, для чего нужно это радио? Какие цели вообще это радио должно преследовать? Вот давайте об этом мы поговорим. А сейчас, если вы не возражаете, я посмотрю какую-нибудь песенку, которая сейчас ближайшего здесь вот есть. Ну, давайте, наверное, если мы говорим верю-не верю, вот, Алексей Рыбников, ты мне веришь или нет? Ставлю еще раз песенку. Она у нас недавно звучала, но хорошая слишком песенка для того, чтобы ее так вот пропускать лишний раз. Поэтому ставлю. Итак, Алексей Рыбников, ты мне веришь или нет? из Большого Космического Путешествия. Выслушайте Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня у нас 13 сентября 2016 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных у нас на календарике 34-й день месяца завершения 7524 лета четверик. И напоминаю, что сегодня должна была выступать Наталья Чернова с темой «Здоровый образ жизни», но по ее просьбе мы перенесли эфир на 15 сентября 2016 года. К нам сейчас и, да, и говорим мы на свободную тему ответы на насущные вопросы по Народном Славянскому Радио. Тему я так назвал «Радио Асы. Разбор полетов». К нам присоединяется Родион. Здравия тебе, Родион. Всем доброго здравия. Итак, ты присутствуешь у Алексея в гостях и не сдержался, взял микрофон в руки и хочешь что-то сказать. Пожалуйста, предоставьте возможность. Причем мы с тобой даже до этого момента были незнакомы. Пожалуйста, говори. А еще раз всем доброго здравия. Хотел просто прокомментировать или высказать свои ощущения вот именно касаемо нравственных, так скажем, нравственности наших женщин, девушек. Не знаю, плохо сейчас будет сказано, нет. но тут у меня именно ощущения появляются такие. Я порой смотрю как муж, да, то есть мужчина, который на, ну я не знаю, мужик, как правильно сказать, с животным инстинктом на женщин, да, и вот как раз видя вот эти все картинки, оправдываю внутри себя именно тем, что вот давайте не будем брать в расчет то, что я женат и у меня любимая жена, дочка, я смотрю на них как на женщин, допустим. Да, это раньше было и может там бывает проскальзывать, не суть. Но появляется второй оппонент внутри меня, да, это не двухличные так скажем понятия, а именно как отец, смотрящий уже на, как дочь свою. То есть и вот в этот момент двое, да, то есть в разных ситуациях не могут один больше говорить, другой меньше говорить, да, то есть как бы спорить с друг другом. Они, вот я как бы почему говорю, что эта тенденция, как мне кажется, продолжается, что мужчина все равно хочет видеть потенциально на животном уровне женщину, да, и вот его как-то вот эти вот заводящие штуки заводят. Ну, это я, простите, что таким языком. И в тот же момент, когда он осуждает это все, да, ну, в большей степени или в меньшее, он является, вот мое ощущение, я являюсь отцом, то есть я смотрю, как будто, визуализирую, да, как будто третий человек, вот отец той девушки, которая именно выставляет свой сейчас, там, свои плюсы телесные, да, на показ, я являюсь как будто вот отцом, и мне от этого становится, хочется прикрыть ее, ну, там, в плане рубашки, там, я не важно, там, да, как бы, как это все можно назвать, но вот именно такая точка, как бы, позиция такая вот внутри происходит, что делится, делится вот эти вот ощущения на мужа, как бы мужчину, этой женщины, да, которую я вижу, типа приятности и неприятности, как отца, вот, как бы, вот такое вот мое мнение, вот. Ну, жалко, что ты не слышал самого эфира, потому что, если бы ты слышал, то можно было бы, наверное, как-то нам отталкиваться от того, что происходило, потому что там на самом деле был применен такой интересный с моей стороны прием, когда нарастание эмоциональное якобы присутствовало и некое, может быть, даже местами давление было. Вот, это был специально сделан такой прием, выбран для того, чтобы более точно, более четко донести информацию. Некоторые восприняли, что это как бы там Алексей разошелся, вот он там как-то из себя штанишка выпрыгивает, но поскольку ты не слышал, то в этом случае, наверное, здесь нам трудно будет о чем-то с тобой говорить. Ну, Алексей, я прошу прощения, что перебиваю, но вот хотелось, как раз я Алексею говорил только что, что я внутри очень сопереживаю, да, и вот мои ощущения, они очень четко мне как бы передают в принципе, тут вот даже, ну, это никакой я крутой, да, как бы, не говорю об этом, а именно просто, что ощущения очень легко мне передаются, то есть, вот я, как бы, услышав вот эти даже отрезки, которые у вас слышал только что в данном эфире, да, и то, что Алексей сказал, как вы-то сделали у меня, ну, некий пазл, то есть, да, я картину увидел, то есть, даже из 10, из 100 кусочков, то есть, и поэтому сопереживание, я это почувствовал, то есть, почему эмоции были такие, почему именно порой, как бы, без вот таких именно вызова такого, вот, не донести, я даже вот отчасти понимаю, так что вот, это по поводу слышал или не слышал эфир. Ну, хорошо, а то, что я сказал, привел такой пример, что, вот Алексей когда стал говорить о том, что он увидел, когда ехал в автобусе после эфира, что вот таких вот его окружений, как будто бы специально стало появляться больше женщин и девушек вот таким образом одетых как раз про то, что мы говорили в эфире и то, что мы критиковали. Вот этот пример, на твой взгляд, он вообще, вот, и потом дальше то, что я сказал о том, что это не, у других тоже такое случается, когда ты на что-то обратишь внимание, причем эмоционально обратишь внимание, даже если было отторжение изначально у человека, который это слушал, в конечном итоге вдруг он начинает все равно так или иначе обращать внимание на происходящее вокруг уже с другой точки зрения. Вот с твоей точки зрения это как нормально, это имеет место быть? Ну, если, Алексей, опять же, исходя из того, что я ощутил и понял, да, то есть это как разговор о воде или о еде, допустим, передачи, неважно там, что, да, показывает ли, услышишь, это как бы заставляет об этом немножко все-таки задуматься или захотеть того или иного продукта, о котором идет речь, то есть, да, неважно. И в данной ситуации, когда вот шла речь о том же, что Алексей-то говорил, что он до этого обращал внимание, это как я его, опять же, понял, но после эфира стало как бы, я как, опять же, думаю, ярче просто это видеть, ну, не видеть, а да-да, просто, наверное, ярче это все стало вокруг его. Вот я так-так просто понял, Алексей, что у него просто это стало ярче, а насчет там, если это об этом идет, в разговоре идет об этом речь, что, стало хуже там или лучше нравственность в плане внутри, я не знаю сейчас как объяснить это, да, в плане, что Алексею там, ему захотелось вот сказать, что плохо это там, да, действие какое-то сделать там, или, как я говорю, укрыть рубашкой, я вот этого не понимаю, то есть, да, как бы вот суть именно, то есть, что, для чего ярче вот окружно, вокруг стала вот эта проекция о том разговора, вот, Алексей, как бы, что я хотел сказать и ответить. Ну, понятно, дело в том, что, как вот я тоже неоднократно замечал, наблюдая за своими друзьями и не совсем друзьями и совершенно посторонними людьми, что, когда человек живет в мире привычном, то в этом случае он не обращает внимание на то, что вокруг него происходит, но оно идет и идет, вот нормально и нормально, а когда вдруг кто-то сказал, что вот это называется какашка, ее брать в руки не надо, тем более, не надо мазать на себя, и как-то так, ну, мы же берем в руки, мы же мажемся, а все равно что-то там внутри осталось, и какое-то там даже, когда человек повозражал, повозражал о том, что вот это не надо было брать в руки, как нам все равно брали, не надо и брать, и в рот засовывать, и мазаться не надо, а мы засовывали, и мазались, да, ну, в данном случае это можно с алкоголем, например, или с табакокурением совместить, если так уже уйти от фекальных каких-то оборотов, то в этом случае, да, ну вот разговариваешь с человеком, а зачем ты выпиваешь, да, или зачем ты пьешь? А он говорит, ну а как так? Почему я должен не пить? А за столом чем я буду заниматься? Вот телевизор, смотрю, как я без пива буду? Или вот я с умными людьми стою разговариваю, почему я не покурю? А тут вдруг, когда ему рассказали в жесткой форме, вплоть до того, что он даже понервничал, то, что он как-то возразил, все равно у него что-то в голове там осталось. И смотри, что интересно получается. Если кто-то из людей, кто-то из людей сам уже понял, что пить не надо, то есть не надо себя мазать этими фекалиями, не надо себе эти фекалии заливать, не надо себя травить, но он сам это пока понял, он сам вроде бы проснулся, но когда вот так эмоционально с ним поговорили, и у него это завелось внутри, то есть большая вероятность того, что он уже с другими людьми, встретив их, своих друзей, знакомых, или людей, которые болеют чем-то, он уже будет на них смотреть по-другому, он уже, может быть, захочет что-то сказать, но ведь не забывайте, что здесь как раз третья участница этого диалога, ну, этой беседы, диалог уже три, получается, этой беседы, она отметила, что ведь не всегда слова что-то определяют, еще определяют мысли, какие мысли формы мы создаем. То есть, чем больше людей задается мысли формами о том, что надо что-то менять, надо что-то делать, и так жить нельзя. Не просто, ну вот я сам здоровый, мне хорошо, вот я сам живу по совести, ваду с природой, и мне хорошо. Нет, он еще изменяясь сам, обращая внимание на какие-то моменты, которые в нем, может быть, остались неприятные, он все равно проецирует в этот мир что-то доброе, хорошее, он создает какую-то ауру вокруг себя, некое поле. И люди, попадая в это поле, даже если он не сказал, только он подумал об этом. Энергетические посылы, прошу прощения. Да, они, да, они, да, правильно, правильно, они так же начинают что-то, что там у них происходит. Ведь что ты в мир выдаешь, что в мире и происходит. Если ты не обращаешь внимания на то, что кто-то обижает ребенка, обижает женщину, и для тебя это норма, но ведь везде обижают. Если ты не обращаешь внимания на то, что кто-то стоит и плюет на остановке, бросает бычки и травит кого-то окружающих, куря сам и дыша на них, кто-то стоит и выпивает, или идет выпивает, или дебош какой-то устраивает, или садится за руль в пьяном виде, или бросает что-то на землю. Неважно. Это норма для тебя. Ты вроде бы сам хороший. И это нормально, это хорошо. Но хороший ли ты в этом случае, если из-за тебя хорошего мир лучше не становится? Какой же ты тогда хороший? Вот мне хочется задать вопрос такой. Где же тогда ты хороший? И вот это тоже надо отмечать. И ведь надо еще отмечать следующее. Куда твои мысли направлены, там и появляется энергия. И какую энергию ты даешь, то и происходит в мире. Мысль материальна. Можно вообще не участвовать, и тогда кто-то участвует. Обратите внимание, средства массовой информации, которые официальные, которые хорошо оплачены, которые хорошо оборудуют. И есть ли у них заказ, нет ли у них заказа. Мы сейчас это не говорим. Мы сейчас говорим о том, что у них есть средства на то, чтобы они производили какой-то продукт информационный в мир. И они его хорошо производят. Но ведь посмотрите, что они производят. Открываем там любой телевизионный канал и смотрим, какие сериалы появляются. Вот появился такой сериал, где вроде бы под хорошим соусом, там смешно все, в нем подаются какие-то гадости. Какие-то юморины, ну там на уровне первой, второй чакры. Какие-то там разговоры, новости. Вы посмотрите внимательно. За границей все плохо. На нас наседают. Но при этом у нас все хорошо. Не раскрываются какие-то моменты, которые, может быть, в ваше участие люди. Давайте, включайтесь, делай и так далее. То есть как-то все или вскользь, или о том, что у них все плохо, а у нас все хорошо, или о том, что вы даже не лезьте в политику, не лезьте куда-то еще. Вот сидите, пейте свое пиво, вы наслажайтесь жизнью и так далее. Вот к этому все сводится. И притупляется. Даже если телевизор человек не смотрит, то он как-то затыкает себя. А я еще раз говорю, куда твои мысли направлены, там твоя энергия. Где твоя энергия, там что-то происходит. Поэтому если ты об этом не задумывался, или если ты это воспринимал как должное, то в этом случае твоя энергия это поддерживает. Хочешь ты это или не хочешь. А получается, что если, давайте так задумаемся, вот почему тот эфир, когда раз был поднят, и почему там стали говорить про балет, про наше святое. Ну, балет и балет. Ну, я знаю, что такое балет. И я уважаю тех, кто в балете работает, на самом деле. Несмотря на ту жесткую позицию, которую я занял, я все равно уважаю этих людей. Это труженики. Это труженики, которые свое здоровье гробят, и они поддерживают достояние нашего искусства. Ну, как им во всяком случае кажется. Я за это их уважаю. У меня много знакомых, друзей, которые вот в искусстве этим занимаются. Но ведь давайте обратим внимание. Мы постоянно говорим о том, что все иностранное, входящее к нам сюда, нас уничтожает. Если это так, то в этом случае, наверное, должен напрашиваться очень простой способ решения этой проблемы. Давайте мы будем потихонечку осознавать, что же такое иностранное сюда вошло. Полезно оно нам или не полезно. И если оно несет в себе элементы разрушения, то в этом случае мы от него будем отказываться. Взамен что брать? Но давайте так же логически порассуждаем. Если многие тысячи лет, а кто-то говорит миллионы лет, наша славянская, славяно-рийская, кто-то называет, русская цивилизация, существовала, и существовала достаточно хорошо. Да, были какие-то потрясения, какие-то изменения, но она существовала. И даже в древности писали, что у русских нет воровства, люди живут в достатке, нет сирот, столы всегда ломятся от еды, нет страха какого-то, дома не закрываются, не запираются. То это означает, что система ценностей была правильная, это говорит о том, что культура быта была верная, это говорит, что традиция, по которой существовало наше общество, оно было справедливое. И если мы видим, что за последние сто лет нас сильно разрушили, мы перестали восполнять благодатное потомство, мы стали уничтожать сами себя, мы стали деградировать, количество болезней увеличилось, у нас появился страх, мы боимся потерять работу, мы боимся потерять зависимость от очередных кандалов, мы боимся остаться без того, без этого, без пятого, без десятого, дети нас уже особо не интересуют, мы потихоньку начинаем сдавать свою землю тем, кто приходит со стороны. И так далее, и тому подобное. Здесь много и банк не наш, и это не то, и это не то. Но давайте проанализируем, после чего это все произошло. Это стало происходить после того, как, опять же, еще раз возвращаясь, наши традиции были разрушены. или переведены на второй план, или разрушены полностью. Мы сейчас об этом не говорим, суть в том, что они были убраны. Но так самый простой способ восстановления нашего общества и нашей культуры – это вернуться к нашим традициям. И если вдруг что-то привычное нам кажется правильным, но это, как нам кажется правильно, нас разрушает, то в этом случае зачем за это хвататься? Зачем за это держаться? Почему мы должны держаться за то, что нас разрушает, и при этом забывать то, что нас поднимает, то, что нас воссоздает, то, что наши генетически по крови, по роду близко? И вот как раз одна из направленностей эфира с моей стороны была, я не знаю, как у Юрия, святоруса, но как раз одна из направленностей, которую я хотел поставить, это возбудить интерес к тому, а что же все-таки вот этот балет, что же такое-то гимнастика? Художественно имеется эта гимнастика. Почему не просто физическая культура, почему именно спорт? Почему огромные стадионы с ума сходят? И почему столько много денег вкладывается в это? Почему такие огромные зарплаты у тех, кто добрался до олимпийской сборной? Почему эти олимпийские игры так вот происходят с таким большим фурором? Почему там целые баталии еще до них разворачиваются? Там кого-то выбрасывают, кого-то включают и так далее, и так далее, и так далее. Вот какая была задача. И я так понял, что это людей пробрало. Но в то же время произошла ломка. Ну как же так? С одной стороны нам говорили, что это наше все, а тут какой-то непонятный Алексей, непонятно откуда взявшийся, вдруг нас учит жизни и говорит о том, что это не наше все, что это чуждо, что это плохо. Почему он с такими эмоциями настаивает на этом? Почему он пытается проломить? Ну вот, если кому-то интересно, я отвечу, почему я пытаюсь проломить. Почему я специально этот прием применил? Да потому что, если просто вот так вот говорить мягонько, то в этом случае иногда народ просто не обращает внимания. А так был проявлен очень сильный эмоциональный всплеск не с моей стороны. Я говорил, между прочим, я могу провести даже этот эксперимент, можете одеть мне датчики на пальцы, на руки, мерить мое давление, пульс. Вы увидите, что даже когда эмоционально я якобы что-то говорю, в этом случае мои эмоции, они не проявляются на физическом, они просто-напросто проявляются, вот как это вам кажется. На самом деле там я стою совершенно спокоен. Так вот, в свою очередь, такая подача, как сценическая такая подача, возбудила очень большой интерес к этому вопросу, возбудила очень много эмоционального такого фона, который достаточно хорошо сейчас до сих пор висит, и он там продолжает накипать, и когда люди будут слышать вторую часть, первая часть уже выложена, вторую часть будет эфира, слушай, когда Василий Васильевич подготовит и выложит вторую часть. Я думаю, там они будут нарастать. И это будет как отбойный молоток, как дятел, который будет просто-напросто в очередной раз через споры, может быть, где-то через первичное отторжение, как это маленькие дети часто. Нет, это моя игрушка, я все равно ее буду ломать, потому что она моя, и что хочу с ней, то и делаю. Или все равно я буду писать сапоги своему соседу, потому что он гад, не зирая на то, что он обидится и вылет все, что ему написал в твой сапог, и будете оба ходить в писанных сапогах. Вот, несмотря на эти все детские уловки, там про горшки, не буду сейчас вспоминать, такую басеньку по басеньку, все равно это сработает, все равно это даст какой-то определенный эффект. Ну, как-то вот так вот. Итак, значит, здесь какие у нас появились ответы, для чего существует радио, на взгляд тех, кто нас слушает. Так, вот Владимир Азматич в эфир от Владимира Азматича. Да, радио помогло мне сориентироваться и осознать, что я не одинок, и у меня есть попутчики в этой части пути. Кстати, пока я зачитываю, мне, пожалуйста, если не трудно вам, напишите, а как вы вообще попали на радио? Каким образом вы оказались на радио? Как и что вас привлекло на это радио? Дальше. Так, Владимир Азматич. Алексей, и изба у тебя есть, и набревенчатая есть, и доска зеленая есть, когда училище откроешь? Владимир, значит, я говорил, что я выступал у своих знакомых, у меня такой избы нет, у меня дом из прессованной соломы, зеленой доски у меня тоже нет, училище открывать я не собираюсь, я не чей-то учитель на этой земле, у меня совсем другие задачи. Дальше в эфир Владимир Азматич. Для чего это нужно? До другого выхода нет, хотя может казаться, что он и есть. Не было у вас пути иного. Света, радио нужно для встреч с интересными и знающими людьми. Без радио это было бы сделать проблематично и невозможно. Свет, ну, в этом случае встает вопрос, а кто слушает это радио? Ну, вы и так уже проснулись, вы и так можете в интернете найти тексты по ведической культуре, можете найти множество аудиозаписей, можете найти кучу видеозаписей по ведической культуре. Почему именно радио? Зачем оно нужно? Ну, вы продолжайте писать, как вы попали вообще, когда катились до жизни такой, как казались слушателями радио. А я пока дальше зачитываю. Я Гриша. Всем крепкого здравия. Радио нужно. Во-первых, я тоже не сразу вышел на наше мирозрение, а во-вторых, приходят новые слушатели, для которых это ценная информация. Ну, Гриша, здесь же было сказано, что новые слушатели не приходят, потому что им до балды. Те, кто проснулись, они и так оказались здесь. А кто не проснулся, кто не пробудился, те здесь и не окажутся. Им это все равно. Виктор 80. Кругом одни СМИ, средства массовой идиотизации. Такие площадки нужны нам, как воздух. Свет, радио нужно. Так, ну, это уже повторение идет. Так, как-то... Дальше Ингварь пишет. Как-то странно ты сводишь к двум составляющим. Мне не требуется просыпаться или спать. Я получаю интересную и важную информацию, но иногда весело. Как использовать информацию, это уже мое дело. Но это... Но для этого радио мне лично не нужно. Это источник информации для размышления. Мой субъективный взгляд заключается в том, что это и есть основная функция радио. И на сайте такая позиция тоже обозначена. Так, дальше Колесников Денис. Для объединения нашего народа и возрождения нашей веры. Василий Васильевич, ты тогда сейчас продолжай. Вот ответы, которые поступают, чтобы я не переключался туда-сюда, не бегал. Будь так любезен. Ответы на вопросы, которые мы здесь задаем, сбрасывай, пожалуйста. Но только одним ухом не забывай нас слушать. Так, дальше Янгварь пишет. Как-то странно ты сводишь... А, ну это уже прочитали. Это уже дубль. Дмитрий П. Без сомнений, радио нужно, но стремление к идеалу бесконечно. Сергей. Радиоисточник информации, источник хорошего настроения, источник знаний, источник новостей славянского мира. Возможность задать вопросы просветленным учителям и получить ответ на них ответы для дальнейшего духовного роста. Дальше. Радио дает возможность получить информацию, из источника которой можно доверять. Если я доверяю ведущему, то и верю до определенной степени гостям. Виста Здравия Всемус слушал эфир вне чата, решил войти и ответить на вопрос Алексея. Думаю, что радио позволяет славянскую культуру открывать для людей, узнавать различные направления и ведической традиции, обменяться мнениями, услышать мнения ведущих людей и многое другое. Но, опять же, здесь надо отметить, что было сказано изначально о том, что те, кто не проснулся, их это не интересует, они сюда не попадут. Это получается как бы так крутится, люди в собственном стаку варятся и дальше, в общем-то, ничего не идет. Так, и в самом начале еще поступили. Василий Васильевич, пожалуйста, копируй вопрос, я не буду тебе мешать, а то, чтобы у нас не получалось дублировать друг друга. Вернее, ответы. Так, дальше. Дмитрий П. С чем я согласен? Так, это то, что иногда на эфирах не хватает баланса. С одной стороны, разграничить эфиры по уровням мировоззрения неправильно, но с другой стороны, нужен баланс. Дмитрий, скажи мне, пожалуйста, каким образом нам этот баланс соблюсти? Как нам сделать так, чтобы на эфир приходили люди, например, определенной вар новости? Ну, например, объявляем, да, так, как я себе представляю. Во вторник у нас для варны, ну, к примеру, там, Людины, или Смердов, или там еще кого-то. Во вторник у нас для варны, к примеру, там, Весей. Пожалуйста, приходите, Весей, не дай бог, там кто-то придет выше или ниже, там, или соседней, да, вот только вот эта варность. А в четверг у нас уже для Витязей, а в пятницу будет эфир только для волхвов, жрецов и так далее, то есть для другого состава. Как ты себе это представляешь? Мне просто интересно, чтобы вот этот баланс содержать, и в чем все-таки этот баланс тогда может состоять, потому что вот сделать так невозможно. Все равно на эфир придут, на мой взгляд, все, кто захочет прийти. Здесь нет фейс-контроля для того, чтобы кого-то оставить за дверями. Данил. Я не знаю, насколько я проснулся, но эфир «Как возродить в женщине женственность» был таким, какой должен был быть. В нем было все от высокого до низкого, от праведного до грешного. Эфир был явно ведическим. Благодарю за этот эфир. Вот такие реплики от наших радиослушателей. Дальше. Вот ты сейчас пытайся смотреть. Василий Васильевич, если ты что-то сбросишь, я буду тебе благодарен. Я пока, наверное, сделаю что? Я поставлю еще одну музыкальную паузу для того, чтобы нам собраться с вопросами и ответами. Итак, почему там у нас была зацикленность? Да потому что случайно я удалил команду «Стоп», и заготовки по отбивкам, джинглам, они стали один за одним воспроизводиться. А поскольку я следил уже в чате, и мне привычно было то, что команда «Стоп» стоит, то в этом случае я просто не увидел то, что происходит. И благодаря, опять же, нашим радиослушателям, которые написали, что там зациклили, вот эти отбивки джингла, я это увидел и остановил. Вот видите, прямая обратная связь, насколько хороша. Итак, прерываемся еще на одну музыкальную паузу, сейчас разберемся с ответами, и после этого продолжим наш эфир. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор на Народное Славянское Радио. Напомню, что у нас по одному из современных календарей 13 сентября 2016 года, вторник, по одному из старинных, 34-й день, месяц завершения, 7524-го лета, четверик. Мы сейчас говорим на тему радиоаса «Разбор полетов», ответы на сущие вопросы по Народному Славянскому Радио. Вместо другого эфира, который на сегодня было запланировано, «Здоровый образ жизни» в исполнении Натальи Черновой. Мы перенесли этот эфир по ее просьбе на 15 сентября 2016 года на четверг. Итак, продолжаем разбирать вопросы и ответы, которые поступают из чата. Вот сейчас я посмотрю, что Василий Васильевич нам сюда набросал. Хаврошечка. Среди девушек умышленно распространяется информация. Верность и чистота девушки заменяют последние места в списке достоинств. Хочешь, чтобы тебя заметили, одеваясь как павлин, якобы рейтинги, якобы опросов модных людей, а девочки верят. Такая вот реплика. Виста. Так, я слушал эфир, обсуждаемый эфир не полностью, вышел из прослушивания эфира, потому что мне показалось, вы смеете мне женщин, одетых не в ведической традиции или совершающих поступки, непотребные. Это как тянуть морковку за ботву. Виста Здрая Сен слушал эфир. А, ну это так, это уже повторение. В эфир от Владимира Зматищ. В силу обстоятельств я практически не имею личного времени, но имею возможность слушать много. Поэтому отслушал множество псевдоэзотериков, сектантов, мутантов, просветленных и так далее. Забраковал всех, кроме примерно пяти проектов. Среди них ваше радио, за исключением некоторых соведущих, имеет заслуженно высочайший рейтинг. Благодарю. Так, дальше. Ингварь написал, лично мне не понравился пример Алексея, когда он оскорбил женщин в офисе, которые потом переоделись. Они виновны лишь в том, что сами не додумались. Но сделать замечание им можно было иначе. Как минимум сказать о том, что правильно одеты, они будут выглядеть гораздо лучше, грубо говоря. Ингварь, дело в том, что ты не присутствовал при нашей беседе, и поэтому ты не можешь говорить, что я им говорил, и как бы надо было говорить. Я все лишь навсего передал канву нашей беседы в очень упрощенной, естественно, более утрированной форме, для того, чтобы донести суть того, что я сказал. Что у вас торчат окорочка. Если вы поросятки какие-то и хотите показать себя в роли ниф-нифа, наф-нафа и нуф-нуфа, то в этом случае как раз это самый лучший способ. Если бы меня, например, там они побили бы сразу или бы закопали, или потом обиделись, то это была бы та самая реакция, про которую ты пишешь. И тут бы я с тобой мог согласиться. Но поскольку через неделю они пришли в другом совершенно виде, и после этого у нас были очень хорошие дружеские отношения, и мало того, они прониклись, по многим вопросам стали со мной делиться и спрашивать советы, это говорит о многом. Так что как-то я замечаю очень много поспешных высказываний. Идет, как-то не разобравшись в том, что происходит. Дальше Волга в эфир от Волги из Саратова. Здравия всем! Радио – это нужно и важно. Все мы находимся в разной степени пробуждения. Кто-то владеет серьезным багажом ведических знаний, а кто-то только начал прикасаться к знаниям наших предков. Но любой из передач славянского радио можно подчеркнуть что-то важное и новое для себя. Поэтому считаю уместно призывы к пробуждению. И ничего здесь оскорбительного нет, так как на все 100% из нас вряд ли кто-то пробудился. Потому что утре сварога в стадии рассвета, а некоторые просыпаются в полдень. Радио мне рассказал мой друг, единомышленник, и с той поры я его слушаю каждый день вместо телевизора. Так, дальше Дмитрий написал, что Алексей порицая вызвал стыд, женщины задумались, сменили шаблоны поведения. Ну, в общем-то, если это грубой форме, то да, именно так оно и есть. Дальше. Здесь Родион что-то хочет сказать. Пожалуйста, Родион, включайся. Что ты хотел сказать? Говори. Алексей, я просто хотел именно, не знаю, это можно ли солью назвать, да, разговоры. Ну, в частности, для меня. Просто, когда Алексей меня сегодня позвал, да, вот на эту беседу, я с радостью вот пришел, как-то с таким ощущением, что, ну, с автопилотом, да, с легким, но во мне вот по всю пору горит, как бы, и чаще всего всегда горит, понятие такое, что мне нужно, вот раз мы собрались, да, и я такой первый раз пришел, и сразу такой в вагоне медные трубы. Я хотел бы попробовать хотя бы, чтобы, вот я не знаю, будет ли в беседе время, но поискать ключ, то есть ключ к тому, так скажем, ответ или к таблетку, или ключ, не важно, как бы он называть это, интерпретировать, к вопросу, вот основному, который нас сегодня собрал, да, в эфире. То есть как, или вот главный ключ, Алексей, вот если ты понял меня, просто дай знать, что называется. Я киваю головой, ты просто не видишь, как в анекдоте. А почему ты молчал? А я кивал, стой за дверью. Так давай, ты, во-первых, определись, вопрос какой? То, что было написано в чате, этот вопрос, или то, что мы сейчас уже по поводу эфира касаемся, или каких-то там смежных вопросов? Вообще, прошу прощения, опять же, самые основополагающие. То есть, вот смотри, у нас есть проблема, да, ну, я не знаю, пусть это назовем так проблемой, что нравственность. И у меня появилось два, как бы, во мне, опять же, такие смежные чувства, такие, что, первое, всему свое время, вот как я сейчас с Алексеем говорил, да, что есть у нас такой вот страх, оправдание, и вот в оправдание сноска такая идет, что всему свое время. С этим ведь мало кто поспорит, потому что это жизненно, как бы, ну, действительно, устоявшийся такой уже сильный стоп, вот такой, не знаю, энергетический, необъяснимый, все-все-все, что нету позже, раньше есть вовремя, да. И получается, что в наше, вот именно, наше, как бы, понятие, когда мы говорим о том, что нравственность, вот стоит девушка, да, полураздетая, и что принимая, там, действия мысленно, что там, прикрывая ее, одевая, там, да, посылая посыл энергетический, или словами говорю, что там, можно ли я вас как-то там, ну, укрою там, или что-то, ну, сделаю доброе, благое дело, да, вот это вот вовремя, да, вот я бы хотел просто понять, что в этот момент, вот это вовремя, да, или это я тороплю события, потому что, это первое, да, это очень относительное, прошу прощения, если ты меня понимаешь, то тоже, опять же, кивай головой, да, вот, и второе, как бы, жду, не жду, то есть, да, не сижу вот этого вовремя, вот того, такого сильного, вот этого столба, что я знаю, что все вовремя, все, ко мне никто не приставать, и давайте все расходите, все произойдет, все вовремя, а говорю, давайте попробуем придумать, такой, один гениальный, какой-нибудь, я не знаю даже, как это охарактеризовать, какой-нибудь сгусток энергии, или что-то там такое, словосочетание, предложение, там, да, не важно, как вот именно назвать это, но, некий ключ, понимаешь, вот я, Леша меня спрашивает, а ты вот придумал вот его вообще, я говорю, вот честно, нет, и поэтому хотелось вот такой вихрь создать, да, вот именно наших эмоций, не эмоций даже, вот, наверное, знаний, чувств, ощущений, вот, вот именно вихрь, ураган, чтобы мы, я не знаю, прошу прощения, что такими словами выражаю, чтобы мы, может быть, поискали этот ключ, то есть, у меня просто всегда вот эти идеи, не фикс, а идеи такие, вот эти, х, главное, да, вот она у меня почему-то преобладает, вот, Алексей. Ну, давай так, наверное, разделим, все правильно, есть такое высказание, не надо никогда тянуть морковку за ботву, от этого она не вырастет, а только наоборот вы можете ее испортить, в каждом овоще свой фрукт, да, то есть, если так перефразировать, все должно происходить вовремя, но есть определенные, определенные такие моменты, на которые требуется, на мой взгляд, конкретно, непосредственно обратить внимание, если нету дождика, и вы не поливаете морковку, то в этом случае вы не дождетесь хорошего результата, если какие-то паразиты, бложки, или слизни, улитки, кто-нибудь еще, мышки, вашу морковку грызут, а вы не защищаете свою морковку, то в этом случае вы тоже результата не получите, то есть, к чему я это говорю, можно сидеть и ждать бесконечно какой-то результат, потому что с представленной точки зрения, что все происходит в свой срок, все должно произойти в свой срок, морковка должна вырасти, вы свой срок ее соберете, и у вас будет на столе изделие из морковки, и она будет храниться в вашем погребе или в холодильнике, но если мы дополняем нюансы засухи, или наоборот, излишка влаги, паразитов каких-то, сорняков, или чего-то еще, нехватки полезных минералов в почве, или наоборот, избыток удобрений, когда морковка начинает расти во все стороны, вместо того, чтобы расти вглубь, то в этом случае мы тогда сталкиваемся с интересным таким моментом, естественно, дилеммой. Нам стоит дальше сидеть, ожидать, когда слизни уползут, мышки убегут, и бложки сами отскочат, или все-таки мы должны что-то предпринимать, может быть, ждать дождика, когда он пройдет, может быть еще, может ждать удобрения, что какие-то нужные с неба упадут, и как раз на эту грядку. Вот. Если бы было все так просто, то в этом случае тогда не было поговорки, и такой небольшой притчи, когда ученик спросил у своего учителя, а долго ли мне ждать, когда наступит светлое будущее? Он ответил, если ждать, то долго. То есть в этом случае, в этой притче, очень все конкретно говорит. Надо не только ожидать, что что-то наступит в нужный момент, в нужное время, но еще и делать в нужный момент, в нужное время что-то для того, чтобы это наступило. Алексей, я вот прошу прощения, опять же, перебиваю, я вот тебя очень прекрасно понимаю, опять же, киваю все мысленно головой, да, то есть ты этим хотел сказать, это вот в моем понимании, да, то есть если у тебя, простой пример машины, да, то есть если есть система подруливания, да, то это не значит, что или там остановки перед, там, в следующем автомобиле, то это не значит, что тебе надо педаль с тормоза отпустить просто и всегда давить на газ. Или наоборот, если у тебя машина на климат, там, я не знаю, как контроль, когда едешь называется, да, просто сам, то это не значит, что тебе не надо там постоянно, то есть наоборот, на тормоз сжать, потому что он будет ехать, когда надо там остановиться. Понимаешь ты, о чем я, да? Да, то есть нужно все-таки в гармонии, получается, со всем миром, да, вот с высшими силами и не просто как бы являться лакмусовой бумажкой, как вот изредка люди говорят, да, а именно тоже вести, направлять, да, вот так получается. Необходимо делать мир таким, каким он, на твой взгляд, должен быть. Но для этого необходимо для начала определиться, а на чьей ты стороне, для чего ты пришел в этот мир, что ты хочешь в этом мире достичь. И исходя из вот этих всех ответов, которые ты получишь на честно заданные вопросы, ты и получишь тот перечень действий, который должен в этом мире совершить, и получишь рекомендации свыше для того, как этот мир улучшить. Если человек просто сидит, созерцает и наблюдает, то в этом случае, да, он может мысленно, каким-то образом сделать себя лучше. Он может видеть свой погребальный костер, то есть достичь до уровня высокого посвящения, волхва какого-то, или, может быть, там еще кого-то. И в этом мире его больше ничто не интересует, кроме своего погребального костра, и что будет после него. Вот. Но не все же так могут жить. И в этот мир для чего-то каждый приходит. У каждого есть какая-то задача, цель тех уроков, которые должен пройти. И это уже многократно говорилось. И поэтому, если человек просто сидит и созерцает о том, как слизни жрут его морковку, или как мыши тарят его зерно, или как кто-то еще что-то делает, или как кто-то разводит огонь для того, чтобы сжечь его дом, он может наблюдать бесконечно. Если же он понимает, что морковка ему нужна для пищи, зерно тоже для пищи, а если дом ему нужен для жизни, то в этом случае он будет предпринимать определенные действия. Каждое действие должно быть вовремя. Каждое действие должно быть направлено, исходя из его мировоззрения, из его направленности, из его желания получить какие-либо необходимые ему результаты. Вообще, вот ты прям вот все-все-все как надо говоришь. Я сижу и соглашаюсь. Поэтому вот сейчас вот в голове как раз и вышла такая некая не теория, а представление, что ключ-то действительно я нашел для себя, по крайней мере. То есть вот радиослушатели наши, я вот к ним сейчас обращаюсь, то есть если можно, да, то есть получается, нужно просто лишь всего-то как-то обмозговать, как-то, да, ну я прошу прощения, подумать просто над тем, что ты вообще спрашиваешь. То есть вот я сейчас вот задал вопрос, где вот найти ключ или что, вот этот ключ такой вот именно про нравственность там, да, получил гораздо больше и глубже ответ. И как бы энергетический посыл именно от тебя, Алексей, я не знаю, может там и сверху как бы подавали, тебе ты только этот зеркалил, да? Я только рот открывал, да? Да, вот я тоже как бы подумал об этом, я шучу, конечно, нет. Вот. И поэтому действительно я как вот даже скептически настроенный человек к радио, отчасти, да, но очень не скептически настроен к своему другу, к Алексею, да, я вот пришел, получается из-за одной маленькой зацепки, как бы, что друг, который мне доносит информацию, которую я слушаю, да, советует, то есть, да, как бы послушать и поучаствовать даже, да, то есть, это как бы мне очень интересно. И я там нахожу, то есть, ребята, в общем, мне как кажется, нужно действительно слушать. А для того, чтобы слушать, нужно как-то нас, я прошу прощения, что уже нас говорят, да, про радио, нужно как-то выводить на, вот прям уличные громкоговорители. Вот как-то так. Хорошо, благодарю. Ну вот теперь, возвращаясь к тому, что было написано и почему, в общем-то, тема-то была взята, почему, потому что очень интересно было написано. Хорошо бы, если люди не просто критиковали, а в данном случае там была критика и некие пожелания, но не было, помимо пожеланий, такого понятия, как сделать. Было сказано, что много эмоций, излишняя давление на тех, кто уже и так пробудился, и не надо нам этого нравоучения, которое, в общем-то, опять же, есть такое понятие самость, есть понятие самомнения, есть понятие возвышенного своего представления. И вот человек, когда он считает, что он уже чего-то достиг, то какие-то вот эти так называемые нравоучения, они его начинают или оскорблять, или напрягать, или выводить из равновесия. Такое бывает. Но говорит ли это о том, что человек на самом деле в этом случае достиг чего-либо? Это надо понимать. Так вот, я сейчас не хотел, опять же, никого оскорблять. Нет, ни в коем случае. Просто я как заметка со стороны, то, что называется. Человек, который цельный, который уже что-то понимает в жизни, его такими нравоучениями вывести из себя невозможно, потому что он понимает, почему эти нравоучения идут. Потому что он понимает, что это может быть зеркаленье. Потому что он понимает, что это может быть через канал, какая-то информация приходит, которая не является нравоучением, а там какое-то четкое указание, достаточно только прислушаться. Мало ли там чего может быть. Так вот, если мы говорим о том, что здесь подача была помочь радио разобраться, например, давайте-ка вот будем говорить вот на эту тему, потому что вот так, вот так. Или давайте мы не будем затравить эту тему, потому что вот это и вот это. Давайте, например, ну, когда человеку просто говорят, представьте себе, кто-то шумит, кричит, вы подходите к мне, ну-ка успокойся. Есть такой психологический эксперимент проводили, когда человека доводили до состояния истерики, и кто-то приходил и говорит, ну-ка успокойся. В ответ была реакция такая, что истерика переводилась на этого человека. И вплоть до рукоприкладства и бросания у него от того, что есть под руками. Эти эксперименты можете посмотреть в интернете даже видеоролики есть, как психологи вот издеваются над людьми. И хорошие опыты, хорошие эксперименты. И что из этого происходит? Поэтому просто так, например, если не нравится человеку вот, Алексей там что-то говорит по радио, он говорит какие-то такие вот вещи. И просто сказать, например, Алексей, давай там успокойся, да, там потише, не надо, не надо шуметь. Это бесполезный вариант с точки зрения успокоения. Потому что если, на ваш взгляд, Алексей впал в истерику какую-то или кто-то впал в истерику, просто так сказать успокойся или давай не будем это говорить бесполезно. То же самое про нравоучение. А в чем, на ваш взгляд, нравоучение? Ведь это же индивидуальный подход. Для одного нравоучения это, например, надо мыть руки перед едой. А для другого нравоучения это разговор там о какой-то высокой миссии человека или еще о чем-то. Вот что здесь является нравоучением? Здесь это тоже необходимо понимать. Ведь сколько людей, столько мнений. Поэтому если уж, давайте так, критикуешь, то в этом случае предлагай конкретику. Ну, например, вот тобой было сказано вот это, вот это. Я воспринял это как там пощечину в свою сторону. Или я воспринял это, что люди, которые здесь находятся, они не достоин такого. Или я воспринял это, что вот именно эти слова, они не нужны, потому что мы и так это знаем. Ну, к примеру, потому что вообще говорить про эфир, ну, про эфир, который длился четыре часа и говорить, что надо как-то поспокойнее и не с таким напором, это ни о чем. Это надо все четыре часа просто этот эфир вырезать и выкинуть на помойку. Итак, значит, мы сейчас разбираемся с тем, что у нас происходило и что у нас сейчас происходит. Итак, вот я хочу просто вернуться, опять же, про критику, вернуться к критике. У нас неоднократно возникали вопросы. И, кстати, вот опрос был сделан и в разных соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке о том, какая музыка должна звучать. И даже там, даже там люди, которые, в общем-то, наверное, не первый день слушают радио, очень интересно реагировали. Сейчас я к этому вернусь, но вот по поводу музыки, значит, что я имелся в виду. Неоднократно говорили, вот эта музыка плохая, она недостойно звучает на Нарусландском радио. Я писал в ответ. Давайте так договоримся. Если вы критикуете одну мелодию какую-то, будьте любезны взамен предоставить что-либо такое, что у нас еще нет. Мы уберем эту мелодию, не проблема. Но если вы поможете предоставить одну мелодию или, может быть, там, 10 мелодий какого-то нового исполнителя, ну, от этого станет радио лучше. То есть вы критику навели, мы согласились, да, но давайте придумаем замену. Почему? Потому что если, я приводил такие примеры, потому что если, например, 100 человек выскажут свои пожелания по поводу некачественной какой-то музыки, и мы уберем, например, 100 произведений, а кто-то выскажется там по какому-то целиком исполнителю, то там, может быть, и 200, и 300 убрано, то в этом случае вопрос, а что тогда будет звучать на радио? Если у вас есть критика, то, значит, у вас есть некий образ того, что должно звучать. И если вы критикуете, значит, вы должны предложить что-либо свое. Например, не просто так, я не хочу, чтобы звучала эта музыка, потому что она порочит наше наследие, или потому что ее исполняет человек иной цивилизацией, или потому что она исполнена в другом стиле. Нет. Вы прикритиковали, и, пожалуйста, предложите, что я предлагаю. Вот у меня ссылочки есть на такие-то музыкальные произведения. Вот взамен этого возьмите вот это. Вот это позитивный хороший шаг. Итак, теперь возвращаясь к опросу. Там было у нас восемь пунктов. Какая музыка должна звучать? Славянская, этническая, записанная экспедиция. Что это такое? Это когда брался магнитофон или диктофон и записывались вот именно как поют бабушки или не совсем бабушки. То есть выезжала экспедиция и в деревнях это все записывало. Второй пункт. Славянская, этническая, во всех вариантах исполнения. Что это означает? Это означает, что вернулись экспедиции, записи с бабушек уже есть, но при этом молодые люди берут и воспроизводят эти записи в том стиле, как они услышаны. Третий пункт. Славянская, этническая в разных исполнениях. То есть вот эти два варианта, которые были озвучены. Плюс современный фолк. Современный фолк – это уже авторская музыка, которая стилизована под народную. Я расшифровываю, да? Дальше. Четвертая – этническая, современный фолк и красивая эстрадная музыка. То есть славянская. Что это имеется в виду? Ну, например, на эстраде не вся же пугань, да? Там есть что-то иногда и хорошее, пробивается. Где-то даже хорошие, красивые слова. Где-то даже хорошая, красивая музыка. Не обязательно умца, 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 да? Вот. И пятый пункт. Этническая фолк. Современная в любых, подчеркиваю, в любых аранжировках и стилях. Шестое. Вообще любая, включая иностранную. А мне все равно, лишь бы что-то красивое играло. Затрудняюсь ответить. Лучше напишу комментарий. Значит, сейчас я назову итоги, какие. По поводу четвертого пункта. Этническая плюс современный фолк плюс красивая эстрадная 41%. Славянская, этническая в разных исполнениях плюс современный фолк 15%. Дальше. В любых стилях, вот то же самое, только в любых стилях аранжировок 13%. И славянская, этническая во всех вариантах исполнения 11%. Вот это лидеры. То есть мы видим, что большинство готовы воспринимать любую славянскую музыку, но здесь есть один нюанс. Вот третий пункт и пятый пункт отличаются тем, что написано. Славянская, этническая, плюс фолк плюс современная в любых аранжировках, а там не в любых аранжировках, а просто современный фолк. Так вот, находились люди, я не называю сейчас ни ников, ни как там ничего, которые сказали, Алексей, третий и пятый, ты погорячился, это одно и то же. Так вот, уточняю для таких людей специально. Когда мы говорим по третий пункт, славянская, этническая в разных исполнениях плюс современный фолк, имеется в виду, что фолк исполняется на инструментах, где электроники минимальны, где применяются гусли, балалайки, может быть, баяны-гармошки, может быть, бандуры, может быть, еще что-то. Но, как правило, это исполняется в стилях, приближенных к тому звучанию. Если мы же говорим про пятый пункт в любых аранжировках и стилях, то здесь подразумевается и рэп, и хип-хоп, и хэви-метал, и джаз, и блюз, и многое другое. Поэтому, когда, не разобравшись, третий и пятый пункт мне советовали объединить воедино, то я считаю, что в данном случае люди просто не прониклись тем, что написано. Любая аранжировка отличается от просто современного фолка. Вот я понимаю, что все мы люди разные, что у нас всех есть свое представление и есть своя доля невнимательности, которая идет от того, что у нас есть какая-то определенная мысль, и мы этой мысли следуем. И поэтому, когда что-либо кто-то другой говорит, мы все равно воспринимаем так, как наша мысль у нас в голове крутится. И поэтому мы можем не обращать внимания на какие-то маленькие нюансы, моменты, небольшие отличия. Поэтому для нас любые аранжировки, и хип-хоп, и регги, и джаз, и блюз, и хэви-метал, они воспринимаются точно так же, как до этого в третьем пункте, где просто была славянская музыка. Вот это я все воспринимаю и ни в коей мере не хочу никого оскорблять, просто списываю. И хочу в очередной раз донести, что мы все ошибаемся, что у нас у всех есть свое представление субъективное. И очень часто мы начинаем спорить по пустякам на ровном месте, доказывая что-либо. Иногда противоречим самим себе. Итак, если кто-то хочет добавить, Василий Васильевич, Алексей, Родион, пожалуйста, дополняйте. Алексей, мы отвлеклись, мы тут с Родионом беседовали. О чем последний вопрос? А почему вы межсобойчики устраиваете, когда у нас рассматриваются вот такие интересные моменты? Ну ладно, хорошо, дальше. И вот здесь Василий Васильевич сбрасывает теперь. Да, и еще, чтобы уже как бы говорить о том, будут ли нас слушать или не будут. Вот давайте теперь, опять же, включаем здравомый следок. Нашли у себя тумблер, на нем написано красными буквами здравомысли. Дернули за него. Все дернули? Хорошо. И вот теперь давайте рассуждать. Сетка вещания у нас, помимо живых эфиров, есть еще сетка вещания. Это 24 часа, 7 дней, 12 месяцев. То есть круглосуточное. Сетка вещания. Где звучат песни, различные нарезки, какие-то записи и так далее, тому подобное. Ну, я думаю, что кто слушал, тот имеет представление, что там звучит. Так вот, давайте теперь возьмем одну неделю. Одна неделя. К примеру, у нас выходит 3 эфира. В среднем по 3 часа. Это получается, насколько я понимаю, математика 3 умножаем на 3, получается 9 часов в неделю. А сетка вещания в неделю, если мы 24 часа на 7 умножаем дни, то получается у нас 168 часов вещания. Так вот, давайте теперь представим, что есть 9 часов и что есть такое 168. Процентно кто-нибудь может сейчас мне сказать, что это, в общем-то, очень-очень немного. Что это меньше, ну, 10%, насколько я представление имею, да? Так вот, когда человек слушает нас, и опять же, не называя, сколько нас слушает там в день, сотни или тысячи или десятки тысяч, я не называю эту цифру. Опять же, я уже говорил по определенным причинам. Не хочу я делиться, чтобы не было каких-то проблем у кого-то. Так вот, в течение дня нас слушает много разных людей, которые слушают не эфир, который вот мы сейчас в данном случае обсуждаем, к которому мы привязались, на который слушают сетка вещания. И вот теперь у меня вопрос. Скажите мне, люди добрые, вот особенно те, кто писал, из-за чего, в принципе, эта вся передача началась. Если включить эфир и слушать человеку со стороны, который понимает, что что-то в мире творится не так, но что он понять еще не может, и он никогда не интересовался наследием предков. Скажите, пожалуйста, будет ли отторжением для него та сетка вещания, которая сейчас в эфире представлена? Будет ли он воспринимать эфир, звучащий перед ним, сетку вещания, не живой эфир, а сетку вещания, как нечто отталкивающее с одним единственным желанием выключить это дурацкое, непонятно что звучащее, и, например, пойти послушать радиошансон, например, или посмотреть что-то выступление. И тогда, в общем-то, мне станет понятно, может быть, на самом деле мы делаем что-то в сетке вещания, не то что-то выкладываем. Может быть, на самом деле вы подскажете, а давайте-ка мы вот это уберем, а вот это добавим. И тогда на самом деле, может быть, мы сделаем радио еще более интересным для всех. Может быть, с этой точки зрения надо нам отнестись. Еще раз напоминаю, 168 часов – это вещание вообще, сетка вещания. А 9 часов в неделю, в лучшем случае там 10 часов, с учетом перебора, это живые эфиры. На живые эфиры приходит, ну, в общем-то, не 10 тысяч человек, сразу скажу, меньше приходит. Вот. И тем более в чате меньше людей сидит. Вот давайте так. Мы можем просто критиковать, можем относиться к тому, что мы хотим улучшить радио. Мы хотим как-то сделать так, чтобы проникались люди более обширно, более широко нашей славянской тематикой. Начинали слушать нашу народную музыку, начинали интересоваться нашим прошлым. Вот давайте, может быть, с этой точки зрения поговорим. Сейчас я включу еще одну музыкальную паузу. И после этого мы, наверное, уже в заключении будем подводить итог нашей сегодняшней передачи. Вот я сейчас думаю, что же такое нам поставить-то. Ха-ха-ха-ха. А вот давайте вот это вот. Раз уж говорим про такие глобальные темы, давайте и послушаем глобальную песню «Всю это я вселенную объехал». Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 13 сентября 2016 года. Вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных, 34-й день месяца завершения, 7500 до 4-го лета, четверик. Сегодня, напоминаю, что должен был быть эфир с Натальей Черновой «Здоровый образ жизни», но мы перенесли по ее просьбе эфир на 15 сентября 2016 года, четверг. А сегодня мы говорим про насущные вопросы по Народному Славянскому Радио. И тема называется так «Радио Асы. Разбор полетов». И мы переходим уже к завершающей теме сегодняшнего эфира. Если вы не возражаете, то я предоставлю те микрофон Родиону Алексею. Они что-то скажут от себя доброе, вечное, хорошее. Может, какое-то там заключение, итог подведут. И мы их отпустим, чтобы они могли продолжать заниматься своей жизнью. Итак, пожалуйста, кто из вас первый, говорите. Родион, я, наверное, скажу, просто даже мысли каких-то в голову уже таких не приходит, да, основательных, которые бы хотелось донести, да, до окружающих. Просто вот Алексей мне правильно заметил, что мне казалось в нашей беседе, вот именно с тобой, Алексей, да, что я всё сижу и под даковой. Думаю, сижу, сижу, да, 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 да. Ну, мысленно, головой там, неважно, как вот всё сижу, как будто под даковой. И под итог у меня такой вырос, что да, я для себя что-то вот выхватил такое, ну, вроде как бы видимое уже было, но вот как будто всё-таки ощутил уже, то есть почувствовал вес, так скажем, у этого видимого, да, то, что было раньше видимо, но неощущаемо. Теперь вес почувствовал, да. Алексей просто сказал мне, что, Родион, так ты, ай, да, прошу прощения, не заметил, что итог ты не сказал, но я не уловил главного, то есть как бы ради чего вот, собственно говоря, была беседа, да, но Алексей вот чётко мне подчеркнул, что нас ведь слушают не только я, Алексей и Василий, да, то есть как бы вот мы тут сидим вчетвером и беседуем. Я прошу прощения, потому что я впервые как бы, да, так скажем, в прямом эфире, да, ну, на радио, да, и поэтому для меня как бы это не учитывалось, что нас-то слушают люди, да, человеки, вот, поэтому вот в силу этих вот обстоятельств, да, я для себя понял, что можно выводить какие-то формулы, да, такие мысленные, посылы энергетические, опять же, не только для себя, особенно на радио. То есть это вот мой такой итог и заключение, что вот положительное, что, да, а так от себя лично скажу ещё, опять же, спасибо Алексею, Василию и ещё раз Алексею, да, за вот предоставленную как бы возможность поговорить именно над вот этой темой, потому что она тоже меня в своё время очень долго зацепляла, потому что как бы, да, и супругу стараюсь всё-таки корректировать, да, ну, пусть это очень банально звучит, там, в одежде, там, и в мыслях, но вот близ сидящих, стоящих и лежащих женщин получается так, что приходится корректировать по внутренним ощущениям, вот, а всем слушателям, да, хотелось бы просто пожелать добра и блага хорошего, вот как-то так передаю слово Алексею, так что спасибо большое. Да, благодарю тебя, пожалуйста, Алексей. Да. От себя, наверное, хочу добавить, что сегодня планировалось, но не сказалось, мои сегодняшние исследования, вернее, не сегодняшние, а последних лет, это о автоматическом мышлении человека, и в отличие, скажем, от той позиции, которую ты, Алексей, высказываешь по поводу того, что вот надо возобладать над своим, так, животным началом, да, и установить родовую связь, всё-таки я вижу ещё одну проблему такую, что люди все по-разному воспринимают мир, и даже твои слова, и даже мои слова, все слова и окружение в мире воспринимают по-разному, и могут неправильно понимать то, что мы говорим, неправильно оценивать, вернее, не неправильно, а по-другому. И, соответственно, что мы скажем, они могут воспринять по-другому и действовать, начать по-другому. И вот то, почему они это по-другому воспринимают, я как раз изучаю. И, вероятно, мы всё-таки сделаем такой эфир, в котором мы подробно это распишем. В чём польза этого будет? Польза будет в том, что пока человек не установил вот эту прямую родовую связь для того, чтобы полностью понимать, к чему ведут его действия, что ему сегодня делать и так далее. То есть беспрекословно, так сказать. Чтобы он понимал все его реакции, все его ощущения, почему они происходят, почему они ему такие даны, эти ощущения, и почему мы вроде бы такие умные, начитанные, наисследованные, и всё вроде бы знаем, но не действуем. Что нас останавливает? Ну, я уже не буду интерпретировать, почему это происходит, но именно из-за чего это происходит, я расскажу это во всех подробностях. Хорошо, хорошо. Благодарю тебя, жду с нетерпением, когда ты представишь анонс эфира, чтобы можно было уже договариваться и проводить его. Ладно, Василий Васильевич, что ты хочешь сказать? Потому что здесь ещё есть вопросы у нас и ответы на мой вопрос. Давай, поотвечай на вопросы, потом уже, может быть, под итоговой чертой мы что-нибудь скажем. Хорошо, хорошо. Итак, какие поступили ответы, реплики на мой вопрос, а как вы вообще оказались на радио? Ну, здесь, значит, и Гриша написал, не ожидай, что люди как-то так сразу все проснутся и вступят в наши ряды. Это процесс медленный. Я в Инстаграм публикую твои анонсы с 20 июня. Народ набирается медленно, пока 115 человек. Ноги, конечно, ложные, но люди тянутся к нашему мировоззрению. Как узнал о радио? У нас на сайте aimp.ru есть страница «Списки интернет-радио». Собираем. И один из пользователей поделился списком славянских радио, где были ссылки на твои радио. И я уже тогда инициировался славянством. Ну вот, кстати, здесь очень такая интересная прозвучала мысль о том, что, смотрите, человек набирает себе друзей, знакомых, с которыми общается, где он выкладывает какие-то анонсы, передачи и что-то еще. Вот, смотрите, пока 115 человек. Вот слово «пока» я в данном случае не принимаю. Это говорит уже о другом. Это уже 115 человек. Даже пускай половина из них, как он написал, ложные. Суть вот в чем. Вот представьте себе. Я кому-то сказал что-либо. Услышали меня двое. Двое сказали еще двоим. Вот умножайте, сколько нас уже получилось. Те рассказали еще двоим и так далее. И это если мы берем только по два человека. И заинтересовывается только два человека от каждого. А когда здесь даже, пускай сложными 115, даже если на три разделить, пускай там всего 30 человек, это не два человека. То есть в данном случае я думаю так, что очень сильно зависит от нас самих, что мы делаем, а не от того, что делает тот и другой. Вот это очень важно. Надо по-суворовски подходить в этом вопросе. Когда он говорил, так я сейчас врагов не считаю, врагов бьют, я не предлагаю кого-то там бить. Просто он предлагал действия. Действия о том, такое, чтобы делать свое дело, то, которое нужно нам. А не плакаться, что вот нас там кто-то не любит, кто-то не понимает. У нас плохие правители, у нас плохое еще что-то, экология. Надо просто самим, самим делать. Я это делаю. Если кто-то хочет помогать, он тоже это делает. Если кто-то не хочет помогать, он или сидит в стороне, наблюдает за чем-то, может быть, наслаждается. Ну, приучили так. Соответственно, у нас информация такая заразная штука. Они просто приучают человека за подачку или за неприятное что-то в виде рекламы слушать какую-то дрянь или какую-то гадость или что-то еще, что просто развлекает. Вот мне нравится такой пример, который вы можете поискать в учебниках биологии. Не знаю, сейчас современные учебники, они вообще там что-то пишут или нет, но академик Павлов в свое время проводил разные эксперименты с собачками. И там был такой жуткий эксперимент, когда к лапкам несчастного животного, которое было привязано ремнями к стенду и никуда не могло убежать, подавалось напряжение 220 вольт. И вот что получалось, когда включали ненадолго это напряжение, буквально там на 1-2 секунды, животное визжало, ему было больно, но потом сразу подавали миску с похлебкой. Второй раз через, например, 4 часа опять включали электричество на 1-2 секунды, опять оно визжало, опять оно там мучилось, выключали и опять сразу под нос подсовывали миску с похлебкой. Вот через какой-то раз, не знаю, 10-й или 5-й, я сейчас не помню, не могу сказать, выработался условный рефлекс. И когда собаке включали 220 вольт, хотя ее всю передергивало, но она радостно начинала вилять хвостом и у нее начинали течь слюни. Это говорит о том, что животное очень просто приучить к чему-то, даже очень плохому, даже к тому, что будет это животное убивать, что будет его мучить. То есть можно очень просто превратить в мазохиста, если животное не осознает, что с ним происходит, что с ним делают. Человек, в отличие от животного… Кстати, с детьми поговорите, спросите, а чем отличает человек от животного? Заодно сами много узнаете и о себе, и о животных. Так вот, человек от животного отличает в первую очередь то, что человек осознает себя как человек. Он осознает, что в этой жизни он не просто так. Да, у животных есть сострадание к близким, у многих, особенно высокоразвитых, они даже пытаются хоронить иногда своих умерших, приходят на место, где кто-то погиб, и там часто даже плачут, стоят, переживают. Много что похожего есть на человека. Но у человека есть возможность осознавать себя как человек, осознавать себя как творца в этом мире и делать что-то, производить что-то в этом мире. А не просто быть собачкой, которую привязали 10-20 вольт, из-за того, что она повизжала, из-за того, что вырабатывается условный рефлекс мазохистский, давать какую-то жрачку. Вот сейчас таких собачек у многих превратили. Я предлагаю задуматься об этом в очередной раз. Кому-то это может показаться нравоучением, ну так просто задуматься, а вдруг где-то что-то не понимали, вдруг где-то что-то упускали, может быть понимали, просто не осознавали. Подсознательно бывает так, что понимаешь, но не можешь словами как-то высказать. Вот в очередной раз просто как-то так это осмыслить, и может быть в разговоре с другими людьми у вас будет какой-то опыт уже донесения информации более точно для другого человека, чтобы жизнь его стала лучше, чтобы наша общая жизнь стала тоже лучше. Итак, Виста. Алексей, по сегодняшнему тему выступлению очевидно, что ты хочешь, чтобы радио расширяло свою аудиторию за счет людей, еще не проснувшись, так оно и есть. Передачи радио могут пробуждать интерес к лидической культуре через познавательные передачи. Например, я давал нескольким своим знакомым, имеющим проблемы со здоровьем, послушать эфир с Захаром Белинским-Рерадом. Ну то есть Виста написал, что все-таки эта теория, что нас не будут слушать другие люди, она несколько несостоятельна, потому что в нашей передаче достаточно разнообразна, и там есть что послушать даже людям, которые еще не проснулись, которые еще не пробудились. Значит, теория потихоньку рушится. Данил. В общем, заострил, акцентировал внимание Алексей на проблеме таки женским образом, жестким образом. Да, именно так и получилось. Виста на радио попал через сайт Родобожие Орг. Данил, я слушатель чуть ли не со дня основания ведра и далее по накатанной. Света, потому что на радио можно задать вопросы и сразу получить ответы. И голос тоже важен. Я пришла на радио послушать эфир про Колословы. Вот так и слушаю до сих пор. Игварь. Алексей. Кстати, именно так я нашел радио. Здесь была нужна мне информация. А потом я перебрал остальное. Но если ты каким-то образом нашел, это говорит о том, что теория о том, что радио никто-то не будет слушать со стороны, несостоятельно. Кто-то что-то здесь тоже найдет. Идем дальше. Сергей Тер. По ссылке одного из славянских сайтов. Замечательно. Это говорит о том, что если кто-то поделился своей ссылкой, то вероятность того, что его друзья увидят и придут, велика. Это говорит о том, что как минимум двух людей он заинтересует. А те, в свою очередь, заинтересуют еще двух. Чем быстрее вы начнете это делать, чем быстрее вы начнете это осознавать и распространять информацию, тем быстрее настанет то самое светлое будущее, о котором мы все здесь говорим. Тем самым будет строиться быстрее держава. Василий Васильевич, если там какие-то есть реплики и вопросы важные, пожалуйста, тоже сбрасывай, потому что я сейчас читаю. Мне не хочется всегда дергаться. Так, дальше. Владимир Азматич. В эфир от Владимира Азматича. В силу обстоятельств я практически не имею личного времени, но имею возможность слушать много. Это уже у нас был такой реплика вопрос. Среди них ваше радио. Ну да, об этом говорили. Хаврушечка. Тибетский целитель подобрал умирающего человека, принес его к себе в жилище. И первое, что он сделал, заставил больного набрать полный рот крупной соли, не глотать. Это незабываемое ощущение жалящей боли. С этого начиналось излечение больного. Так и прошлый эфир. Дальше. Волга. В эфир от Волги из Саратова. Здравия всем. Радио – это нужно и важно. Все мы находимся в разной степени пробуждения. Кто-то впадает, владеет серьезным багажом ведических знаний, а кто-то только начал прикасаться к знаниям наших предков. Но любой из передач Славянского радио может подчеркнуть, а это тоже, кстати, мы уже об этом говорили, про 100%, я это все помню. Так, про радио мне рассказал мой друг-единомышленник, и с той поры я его слушаю каждый день вместо телевизора. Это как заключение, чтобы напомнить, что этот вопрос, вернее, реплика такая звучала. Я Гриша. Не ожидаешь, что люди проснутся. Это уже у нас было. Дальше. Вопрос в эфир от Владимира Замытьевича. Алексей, а что ты думаешь про нас, слушателей? Какова твоя оценка? Ведь тебе много приходится общаться с людьми. Каковы мы, простые слушатели? Владимир Замытьевич. Дело в том, что нет ни одного одинакового человека с другим, если поставить рядом. Даже близнецы чем-то разнятся. Как можно сказать, кто из близнецов лучше, а кто-то хуже? Как можно сказать, кто лучше, академик или первоклассник? Или лучше, академик или первоклассник? Как можно сказать, кто лучше, мальчики или девочки? Особенно в разных возрастах. Все радиослушатели, они уникальны в своем. И мне дорого то, что люди разные, и то, что у каждого есть своя, при том, что есть своя какая-то цель в жизни, они так или иначе пытаются объединиться. Объединяться сейчас можно по-разному. В данном случае у нас единение происходит не такое плотское, физическое, когда построили общину, домики какие-то в них живем. Нет, у нас объединение несколько иное. Но уверяю, что это объединение, оно дорогого стоит. И многое, что интересного, полезного и правильного в этой жизни для нас, для всех делает. Я Гриша. Я считаю, что Алексей все правильно говорит о таких девушках в униформах гетер. Толерантность – это толерастия. Если мы на что-то закроем глаза и не будем это порицать, то к чему мы проявляем терпимость, будет со временем возведено в норму поведения. И закреплено в законе. Мы были терпеливы к иным верованиям. Теперь все они есть, а наши – нет. А любые наши книги объявляются экстремистскими. Мы были терпеливы к культурному питью, хотя алкоголь даже в СССР был приравнен к наркотикам. Теперь это норма и так далее. Да, вот я об этом говорил, что средства массовой информации, они не спрашивают вас, хотите вы слушать или не хотите, хотите вы это смотреть или не хотите. Они просто делают свое дело. Так или иначе все равно, находясь ли в гостях, проходя мимо какой-то уличной рекламы, включая какое-то официально признанное радио, включая какой-то телевизор, или что угодно, услышав в машине, когда едете что-то, или открыв окно летом, вы слушаете у кого-то что-то где-то кричит или поет, какой-то телевизионный или радиоканал, вы все равно это все слышите. Средства массовой информации в любом случае не работают с каждым из вас. Они стреляют, как американцы. Вот на Апалме мы выжигали гектары для того, чтобы выжечь партизан. И они не считались хорошими человеками или плохими, не просто стреляли по всем. То же самое и сейчас происходит. Просто-напросто стреляют по всем. Не ищут какого-то Васю, Петю, Гришу, Машу, Олю. Стреляют по всем. И вбрасывают по разным каналам чуть-чуть что-то разное. Но запах одинаковый у всех. И направленность одинаковая у всех. Вот в этом проблема. И поэтому, если вы понимаете прекрасно, что средства массовой информации, они выполняют, может быть, даже неосознанно чей-то заказ, то в этом случае должны понимать, что с этим что-то необходимо делать. И в противовес необходимо что-то представлять, предлагать. Если вы просто пассивны будете, ну, так оно и останется. Если будете двигаться по той пирамидке, которую я представил, один плюс два, плюс два, плюс два и так далее, то, а если там десять, то еще лучше, то будет все происходить намного быстрее. Дальше Виста по сегодняшнему. Так это уже тоже было. Дальше идем. Колесников Денис в эфир попал на радио, изучая ведические материалы с сайтов. На Радо 314 у меня сложилось впечатление, что ведущий иногда проводит эксперимент над слушателями без обид Алексея. А почему я должен на кого-то обижаться? Я, в общем-то, на людей не обижаюсь, тем более, если человек высказывает правдивую свою точку зрения. В эфир от Владимира Замытьевича. Пожалуй, я сформулирую ответ. Так для меня радио – это как гражданская оборона. Радио – как цементный раствор, позволяющий скрепить некие камни в строении. Дальше Хаврушечка. В эфир о музыке на славянском радио. Недавно узнала, что бабушка моя хорошо пела, ее даже в Москву в Хорпятинску приглашали. Да, отец не отпустил. А я ни разочкой ее не слышала. И ее уж нет давно. Поэтому я чутко слушаю все песни на нашем радио. Все. Может, об этом и бабушка моя пела. Может, так же. Такие, трогаю душу такие слова. Благодарю тебе очень добрые, хорошие слова. В эфир от Владимира Замытьевича. Алексей пока шел по улице, сформулировал ответ. Ответ такой. В настоящем времени нет у меня ответа, чем для меня является радио. Потому что мечусь я сам, меняется радио. И каждый раз я получаю от радио что-то новое. Виста. Алексей, я думаю, что стратегия правильная для того, чтобы постепенно заинтересовать людей ведической культурой. Кто заинтересуется, будут плясать от сетки вещания и перейдут к живым эфирам. Есть люди, которые слушают живые эфиры в записи, как познавательные, но тем или иным вопросом и помимо тематической части узнают и ведическую. Вот такие мысли у меня. Думаю, что верной дорогой идет славянское радио. Верной дорогой идет товарищи. Здесь надо отметить, что почему мы стали делать так, что сначала у нас появляются все-таки видеозаписи на ютубе, на нашем канале. Кто не знает, у нас есть видеоканал ютуба, он представлен, ссылочка представлена на сайте slavomir.org, Народное славянское радио. Так почему мы сначала все-таки стали делать видео, а потом уже выкладывать аудиозаписи на сайте? Мы обратили внимание, что, когда не делали этого, что сначала появлялись видеоролики на совершенно разных каналах наших эфиров, причем разнотипные эфиры. Мы сначала думали, может, какие-то там определенные эфиры идут, которые очень интересные. Нет, и увидели, что просто берутся эфиры, аудиозаписи, переводится видеоформат и выкладываются на различных околославянских или славянских ресурсах. Это не беда, это даже хорошо, когда как-то рекламируют, как-то рассказывают об этом. Но проблема заключалась в том, что вырезалось начало, вырезались все наши отбивочки, все наши джинглы и в начале и в конце. И получалось, что вроде бы я слышу голос наших авторов-соведущих, вроде бы даже мой голос звучит, но при этом указание на то, что это народное славянское радио, не в видео, не в пояснении, не встречается. И я посчитал, и Василий Васильевич посчитал, и наши соратники, и Вадимир посчитал, ну, в общем, все, кто участвовал, и Григорий, и так далее, все посчитали, что это называется нехорошим словом, воровство, плагиат, паразитарство, потому что люди сразу туда вставляют рекламу, каналы раскрученные, сразу вставляют рекламку свою, и на этом зарабатывают денег, но при этом ссылки на народное славянское радио нет. Ну, ладно, бы оставляли хотя бы ссылки, но зарабатывайте ее деньги, но это хорошее занятие, в их представлении надо как-то жить, канал поддерживать и так далее. Оставляйте, пожалуйста, ставьте рекламу, но при этом, почему вы убираете ссылки на народное славянское радио? Вы что, боитесь, что слушатели от вас перейдут к нам? Ну, это не очень далекий какой-то такой прагматичный вариант размышления, потому что в любом случае, так или иначе, все равно в эфире упоминается народное славянское радио, все равно где-то кто-то что-то сказал, все равно кто-то что-то заинтересуется, будет искать поисковики, все равно выйдут на это радио. И если вы на двух, на трех роликах что-то там заработаете, дальше-то что убудило, все равно от вас уйдут. Поэтому это такой паразитарный, не очень далекий образ существования, который ни к чему хорошему не приводит, который, что самое главное, далек от нашего мировоззрения, это не наш образ мышления. Так что вот так вот. Дальше. Смотрим, что дальше. Дмитрий П. Лучший способ заинтересовать людей, которые пока еще не вышли на рельсы разумности, дать разностороннюю информацию. Ну, Дмитрий, а что ты имеешь в виду разносторонней информации? На мой взгляд, информация представлена достаточно разносторонне. Там есть и сказки, там есть и фантастика, там есть и научные статьи, там есть и выступления известных людей от ведического нашего мировоззрения, там есть и какие-то даже спорные моменты кто-то высказывает, там есть нарезки из эфиров, там есть очень много разнообразной музыки и народной, и славянской, и фольклорной, и эстрадной в разных исполнениях. Что ты имеешь в виду? Разнообразность, разносторонность информации. Вот это мне хотелось бы от тебя узнать. Ну что ж, пока есть возможность, Дмитрий, надеюсь, что-то напишет, что он имел в виду. А я тогда уже предлагаю Василию Васильевичу подвести итог сегодняшней нашей встречи с точки зрения Василия Васильевича. Пожалуйста, Вася. Почему ты так меня решил? Это самое, что я должен подвести итог? Со своей точки зрения, свой взгляд на жизнь. Да, у меня своя колокольня, у тебя своя. Да, дзынь, слышишь? Ага. Отлично, давай. Вот. А что надо сделать-то? Подвести итог своей точки зрения, своей колокольни. Ну, ой, даже не знаю, еще начать. Все хорошо у нас. Все хорошо. Продолжаем идти тем же путем, тем же развитием. От себя единственное, что я добавлю, что у нас все-таки многие люди иногда идут по пути лжи. То, что лежит у нас на поверхности. Не все задаются тем, что нужно смотреть в корень. Есть такой Козьма Прудков, небезызвестный персонаж. Он все время говорил «зри в корень». Так вот, многие этим не пользуются. Хотелось бы, чтобы начали пользоваться. Ну, ладно, всему свой срок. Пообсудили сегодня очень много. Обсудили достаточно подробно. Поэтому нужно с нашим слушателем все-таки принимать во внимание то, что было сказано. Мы, естественно, прислушиваемся к их мнению. Вот. И что еще? Я даже вот добавлю к тому, что у нас тут по сетке вещаний есть еще многие задумки. У нас есть многие еще как бы предпосылки для развития. Но пока еще технических возможностей не всех охватает. Но постараемся, может быть, откроем еще один дополнительный канал, если как бы все будет получаться. Вот. Потому что очень много всякого материала, который бы хотелось донести до служителей. Ну, и вот как-то вот так вот. Так что верной дорогой идем, товарищи. Благодарю тебя за столь лестное выражение. Да, на самом деле у нас много задумок различных. Проблема одна маленькая. И поскольку не хватает рук. Ну, вот так вот, если хотите, расскажу так вкратце. Да, вот сегодняшний и вчерашний план моей работы и что я вообще делал. Вот вчера, когда все были сделаны дела по хозяйству, были сделаны там анонсы и все остальное. Когда были сделаны наметки и переговоры прошли с разными людьми по поводу того, что будет сегодня, или через неделю, или через месяц. Если было что-то там сделано в саду, поскольку на земле живу в огороде, да, то там дрова перекиданы немножечко, там где-то что-то покошено было, там несколько соток обычной косой. После этого наступает ужин, наступает вечер, и я начинаю воплощать в жизнь ту наметку, которая стихотворная, например. То есть подготовка вот этих джинглов для начала, для конца, поиск и обработка самих стихотворных произведений. Надо все было прослушать, надо все было выровнять, надо было все привести в читабельное состояние, чтобы файлы были все однотипного плана. Ну, понимаете, когда там, например, 500 файлов, то сделать это за 10 минут невозможно, если даже каждый файл звучит в течение от одной минуты до трех минут. Просто надо все было прослушать, качество, что там, какие слова, нет ли там где-то, например, обрыва и так далее технически. Потом все это обозвать правильными словами, как я уже правильно сказал, название файлов. Потом все это записать, озвучить, свести, ввести в сетку вещания, придумать, когда это должно звучать, чтобы это более-менее было как-то гармонично. И когда я посмотрел на часы, то было уже 8 часов утра, когда я все это закончил. Значит, без чего-то 12 меня разбудили. И вот с тех пор как бы особо я не спал, вот я занимаюсь тем, что, опять же, поскольку на земле живу, сегодня необходимо было вырезать малину, вырезать ежевику, вырезать сливы, которая поросла, вырезать крыжовник, собрать урожай кое-какой там тыквы. Надо было собрать что-то, это увезти, куда-то где-то разложить, где-то там чего-то подрезать. Виноград надо было собрать, потому что если виноград растет, подрезать его и так далее. В общем, с супругом мы этим занимались. И вот пришли, поужинали, и вот этот эфир мы сейчас продолжаем. После этого у меня будет опять такая же веселая ночь, не знаю там до скольки, до двух часов ночи, до трех или до четырех, это я пока говорить не могу. Но, уверяю вас, найти себе занятие я смогу. Так вот, для того, чтобы, к чему это все говорю, не чтобы похвастаться там как-то или что-то еще, просто рассказать о том, какой плотный график. Так вот, если появляются такие люди, как Василий Васильевич, Алексей, Данила, кто-то еще, которые берутся за то, чтобы нарезать хотя бы эфир, обрабатывать первично эти эфиры или конечно. Может быть, кто-то готов заняться там подбором музыки, как вот может Родион высказал желание наконец-то заняться подбором музыки и упорядочить базу в очередной раз еще более ее приемлемо, лучше сделать. Вот, в этом случае я посплю лишний час побольше. И, может быть, еще какие-то успеют сделать дополнительные дела. Может быть, какая-то программа еще одна родится. Может быть, что-то еще доброе будет совершено. Может быть, о чем-то еще интересном расскажу. Потому что вот, когда вышел «Родовая нить» или «Как жить без страхов», вот этот ролик, который не выкладывался два месяца, ну, я считал, что он для своих снят и ничего там интересного такого нет. Вот, просто для своих это все сделано было. Потом мне соли говорит, а почему ты не выкладываешь? Я говорю, ну, так это для своих. Нет, нет, давай выкладывай. Это был выложен. За несколько дней он собрал почти там, насколько я помню, две с половиной тысячи просмотров за несколько дней без какой-то там рекламы, без силы. Это только на нашем канале. Плюс я обратил внимание, что этот ролик растиражирован на других каналах. Там где-то тысяча полторы, там где-то пятьсот, там где-то две тысячи. Вот, он разошелся по интернету. К чему я это опять же говорю? Не с точки зрения там похвальбы, а с точки зрения того, что если бы у меня была возможность заниматься, ну, разгрузить себя и заниматься какими-то другими вопросами, то, может быть, появилась бы вторая часть быстрее, которую тоже так же люди просят. Где вторая часть, давай вторую часть. Если бы была какая-то материальная независимость, даже если представить, даже если представить, я беру такую уменьшенную цифру, там, тысяч человек в день, к примеру, слушает, да, вот по сто рублей, грубо говоря, в месяц сбросились, вот умножайте. Этих бы денег хватило на то, чтобы людям приплачивать за какие-то сделанные работы. В этом случае уже люди бы не просто так работали, свободно от работы время, они могли где-то на работе что-то освободить и уже заниматься какими-то радиоделами. От этого бы радио тоже выиграло. Деньги там по сто рублей, по пятьсот рублей, это не очень огромная даже временная инфляция. Тем более они направлены не на то, чтобы сходить посмотреть какой-то блокбастер там или еще какую-то там иностранную ерунду, вот, а на то, чтобы поддержать и развить. Дальше. Отвечая дальше на вопрос по поводу того, что никто там не интересует, никто не будет приходить. Так вот, исходя из того, какие айпишники появляются и как они появляются после выхода на разных каналах видео, на разных каналах нарезок, на разных каналах каких-то там передач, записей и так далее. Я смотрю, что растет аудитория. И численно растет, и по странам растет, и по уникальным айпишникам растет. То есть движение какое-то есть, люди приходят. Вот, если мы берем какой-то частный эфир, где там, например, разговор про ведическую тему, да, я думаю, что вряд ли какой-то такой прям уж эфир про что-то, что-то такое сверхъестественное, сверхнепонятное для большинства, он привлечет огромное количество людей. Вот. Но во всяком случае, во всяком случае, приход людей есть. И судя по тому, какие реплики пишут под комментарии, под видео, под аудио, где-то еще в чатах, в различных соцсетях, вижу, что это люди, которые именно пришли не интересовавшиеся до этого очень серьезно нашим наследием ведической культуры или нашей древности, или там религии, или философии, или чем-то еще. Это люди, которые просто пришли, потому что чувствуют, что что-то творится в жизни не так. Я следую той притче, которую рассказывал. Я не собираюсь ждать. Я живу ради строительства державы. То есть, это самая держава, про которую многие говорят. В отличие от других, наш коллектив не только говорит, но и строит эту державу. Строит как может. И если уж там совсем какие-то притчи и рассказы удалятся, то в случае есть такой момент, когда строился большой мост, и там один сильный дяденька такой принес очень много строительного материала и посмеялся над маленьким муравьем, который принес совсем немножко. И тот, который отвечал за строительство, сказал, а почему ты смеешься? Вот ты и так здоровый, да, ты это принес. Но то, что вот этот маленький, который ничтожен по сравнению с тобой, тащит, и ему это тяжело, но он все равно тащит, и он знает, что это крупинка по сравнению с тем, что ты принес. Это дорогого стоит. Так вот, моя крупинка и крупинка Василия Васильевича, и Алексея, и других людей, кто участвует, они маленькие. Но если присоединятся другие люди, если вы присоединитесь все, то таких крупинок стоит много. Не забывайте, что море можно по капельке вычерпать, но также море можно по капельке и океан собрать. Поэтому если вы стоите в стороне, если вы просто как наблюдатель, ну, хорошо, замечательно, это ваш выбор, мы ни в коем мере никого не пытаемся призывать светлому будущему, наверное, так вам надо. Если вы наблюдатель с точки зрения, а сейчас я посмотрю, что там у этих ребят получится, животик себе надорвут или нет, ну, это опять же ваш выбор, мы никого не собираемся обсуждать. Если вы уже перешли от пивного патриотизма и пивного мировоззрения, когда надо все поглощать и ничего обратно не отдавать, вот перешли к другому, к нашему, и хотите что-то делать, то хотя бы тогда прослушивая, давайте те, может быть, советы, которые, на ваш взгляд, улучшат сетку вещания. Может быть, вы подскажете, куда что направить. Может быть, вы сами возьмете что-либо распространять. Может быть, вы будете находить тех людей, которые готовы как-то участвовать в эфирах, как авторы, в распространении эфиров, опять же, в нарезке эфиров, в поиске музыки, в обработке музыки. Да мало ли в чем. В написании статей, в озвучивании статей, в формировании, обработке, сведении статей. Может быть, этим вы будете участвовать. И очень часто я слышу такие моменты, что вот если бы я делал, я бы сделал по-другому. Встает вопрос, а почему ты не делаешь? Почему до сих пор ты не сделал радио? Ну ладно, ты не хочешь присоединяться к компании, которая тебя чем-то не устраивает. Там авторитарно-кухонная, например, компания, где есть такой кухонный генерал, который продавливает свою точку зрения. Ладно, не хочешь участвовать. Но почему ты не создал свое радио? Почему ты не создал свое какое-то, ну не средство массовой информации, а информационную какую-то структуру, которая что-либо готова распространять? Почему ты особо не пишешь тексты? Почему ты не озвучиваешь? Почему ты не снимаешь ролики? Почему ты не выкладываешь? Почему ты не информируешь людей? У меня вот такой вопрос. То есть, к чему опять говорю? Не ругаю никого. Сейчас я так предполагаю, что кто-то напишет, вот опять меня там. Да нет, каждый видит, слышит себя и о себе. Если у него уровень такой, что говорят только про меня. Такой эгоцентризм детский. И часто люди начинают писать. Вот там про меня. Я говорю не про кого-то конкретно, я просто говорю, что есть такие люди. Так вот, если вы хотите участвовать в становлении державы, если вы хотите сделать так, чтобы вас окружали добрые, отзывчивые, хорошие люди, которые будут восстанавливать нашу державу на основе нашего наследия великого, то в этом случае вы это будете делать. Если вы просто хотите покритиковать и заняться самолюбованием, может быть, красноречием, может, еще чем-то. Опять же, это ваш выбор, но это может принести пользу, потому что, конечно же, мы реагируем и обращаем внимание и что-то где-то пытаемся улучшить, если там есть конструктивная какая-то, может быть, там какая-то искорка конструктивная или, может быть, огромнейшее предложение конструктивное. Естественно, это какую-то пользу принесет. Но если вы включаетесь в большую работу, то в этом случае эффект будет намного быстрее. Ну вот как-то так. На сим, наверное, уже я попрощаюсь с вами. Вот у нас, напомню, что сегодня по одному из современных календарей пока еще 13 сентября 2016 года, вторник. По одному из старинных, 34-й день месяца завершения, 7524-го лета, четверик. Мы сегодня должны были говорить про здоровый образ жизни, но мы будем об этом говорить с Натальей Черновой 15 сентября 2016 года в четверг. А сегодня мы говорили про те насущие вопросы, проблемы по Народно-Иславянскому радио, которые возникают часто у наших радиослушек, у наших хороших друзей. И называется наша сегодняшняя передача «Радио Асы-разбор полетов». На сим я с вами прощаюсь. Благодарю всех за участие. Благодарю очень всех за теплую атмосферу и за порой очень позитивные и правильные высказывания. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все нужно, все важно.